Наше сегодняшнее первое заседание рабочей группы по содействию коммерциализации технологий и привлечению инвестиций в инновационные проекты. Мы давно к этому шли, и вот надеемся, что первый блин не будет комом, и работа наша сразу будет достаточно результативной и эффективной. Я только что пришел с одного важного мероприятия, которое проводил Совет Федерации по реиндустриализации, импортозамещению и так далее. И когда попросили выступить Руслана Семеновича Гринберга, он сказал, обращаясь к сидящему в зале Николаю Ивановичу Рыжкову, говорит, что сейчас надо провести инвентаризацию того, что у нас вообще осталось от нашей экономики. Николай Иванович не даст соврать, что было и что стало. А больше всего понравилась его фраза, говорит, что надо заканчивать на позитиве, наше положение в целом хорошее, но не безнадежное. Поэтому, я думаю, это очень актуальные высказывания. Несмотря на то, что говорилось и, в принципе, и делалось отчасти, немало, все понимают, что недостаточно разработать какой-то продукт, но и важно еще его и коммерциализировать, и финансировать всю систему, начиная от научных разработок до конечной реализации. Тем не менее, в практическую плоскость это все-таки, я считаю, будет вступать именно сейчас, когда перед нашей страной на самом деле стоят очень и очень серьезные вызовы. И сейчас уже абсолютно необходимо переходить, скажем так, от слов к делу и синхронизировать уже непосредственно интересы и возможности нашего предпринимательского сообщества и нашего, скажем, академического сообщества ученых и менеджеров от науки. Вы знаете, что в октябре 2013 года было создано Федеральное агентство научных организаций, которое занимается системным управлением научно-исследовательскими институтами и исследовательскими центрами. Это около тысячи научно-исследовательских организаций по всей стране. В самом конце прошедшего года, в декабре 2014 года, мы подписали соглашение между ТПР и Федеральным агентством научных организаций, и цель этого соглашения не в создании какой-то бумаги, а в построении на самом деле сбалансированного диалога бизнеса и науки и создании конкретных механизмов для решения наших общих задач. Я еще раз напоминаю, что речь идет исключительно о коммерциализации научных разработок. О чем хотелось бы буквально очень лаконично сказать? Первое, создание такого механизма определения будущего спроса бизнеса в научно-технических разработках, оно является для нас ключевым. Вы знаете, что во всем мире примерно на 80% научной разработки финансируются частным бизнесом, и примерно на 20% случаев государства, у нас эта пирамида полностью перевернута. Второе, научные организации у нас, это широко известно, обладают огромным количеством перспективных, однако абсолютно не готовых к рыночному использованию технологий. Соответственно, мы хотим изучить возможность адаптации и масштабного внедрения этих разработок, в том числе, конечно же, и с целью импортозамещения. Третье и последнее, мотивации понятийный аппарат научного сотрудника абсолютно не совпадают с предпринимательским. Мы в этом убеждаемся на каждом шагу, и это является одним из серьезных препятствий для диалога бизнеса и власти. И чтобы компенсировать этот разрыв, мы планируем проведение, ну, если хотите, таких информационно обучающих мероприятий, как для представителей науки, так и для представителей бизнеса. И цель такого рода мероприятия заключается не только в том, чтобы дать определенные компетенции, но и в том, чтобы реально способствовать сближению позиций и ввести к взаимопониманию и к нахождению компромиссных решений. Ну, а сегодня мы хотели бы попросить наших коллег высказаться о состоянии инвестиций в инновационные проекты. Потом мы, соответственно, предоставим план работы группы и попросим его прокомментировать. Большое спасибо за внимание и желаю удачи всем сегодняшним участникам нашей встречи. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо огромное, что нашли время в эту непростую и в этих непростых ситуациях принять участие в работе нашей проектной группы. Собственно, планируя ее работу, мы хотели бы сделать ее максимально эффективной в части презентации и продвижения конкретных российских технологий конкретному предприятию, конкретной поддержкой страны финансовых институтов и институтов развития. Собственно, формируя состав нашей группы, мы исходили из этой основной задачи. Нам очень близка позиция отечественных экспортеров товаров и услуг. На мировых рынках они вынуждены конкурировать в борьбе за потребителя с ведущими мировыми производителями, поэтому и, наверное, больше всех заинтересованы в инновациях, которые позволят им получить конкурентные преимущества в виде меньших издержек производства и лучшего качества товара. Поэтому мы, наверное, предоставим слово нашим коллегам из Федерального агентства научных организаций, которые вкратце расскажут о тех задачах, как они видят деятельность нашей группы. Дмитрий Николаевич правильно озвучил базовые приоритеты. Я бы хотел остановиться сразу же на том, что хотелось бы речь вести не только о коммерциализации научных разработок, даже идей, которые есть в наших научных организациях, а посмотреть немножко шире, и могу сказать, что в подвесных научных организациях оказываются, так скажем, уникальные довольно услуги, начиная там с ядерного линейного ускорителя, да, который единственное, там может производить какие-то изотопы и так далее, да. Есть также единственная в подвесной организации впущена лаборатория, аккредитованная по стандарту GLP, да, где производится исследование по международным стандартам, то есть прежде чем вывести какой-то либо медикамент или любое лекарство или что-то такое, мы должны получить именно международный стандарт. И вот единственная признанная лаборатория в прошлом году такая работа проводилась, с аккредитацией, она признана действительно на мировом уровне, и поэтому в первую очередь хотелось обратить внимание, что ряд таких услуг, и есть их, наверное, более двухсот, только вот сельхозуправление недавно проводило анализ, то есть это различная уникальная сертификация и аттестация как растений, так и животных, да. Соответственно, это первое, да, направление, то есть выполнение, это идет на хоздоговорах, да, с хоздоговорными отношениями, они в принципе развиты, вместе с тем мы были вот с коллегами с торгово-промышленной палати в институте животноводства, где, собственно говоря, коллеги были удивлены возможностям наших отечественных институтов, и в ряде случаев они не только не уступают зарубежным, но и превосходят их как по цене, так и по качеству, причем по цене на порядок в два, а то и в три раза услуги ниже, и они адаптированы, например, там по подбору каких-нибудь животных, хряков или коров, мы в ВИРе осуществляется исследование, и подбор этих животных, ну, порядка в три раза дешевле. Вот, поэтому это первое направление, которое бы хотелось вот озвучить по именно коммерциализации научных разработок. Хотелось бы озвучить, что есть возможность организации совместных лабораторий в интересах бизнеса, то есть для этого создан Российский научный фонд, и базовое условие для наших научных организаций, других научных организаций, привлечения не менее 25% софинансирования на создание таких лабораторий, это в первую очередь дает РНФу понимание, что эта лаборатория действительно нужна рынку, а рынку дает возможность переводить на аутсорсинг свои дорогостоящие научные исследования, и с рядом компаний такие работы ведутся, я не ошибаюсь, но порядка более 20 таких лабораторий уже созданы в 2014 году, вот, поэтому это тоже важный аспект, который нужно рассматривать. Также я бы хотел рассматривать, как механизм привлечения финансирования союзного государства, мы стали государственным координатором-заказчиком по одной из программ ДНК-индентификации, и эта программа позволяет привлечь на ближайшие 5 лет 3 миллиарда рублей, то есть имеется бюджет союзного государства, который при заинтересованности бизнеса позволяет осуществлять исследования, которые для бизнеса не рентабельны с точки зрения, что это исследование может не дать тех ожидаемых результатам, которые хотел бы бизнес, да, поэтому если это особо крупное и важное мероприятие именно не только для Российской Федерации, но и для Белоруссии, то это мероприятие может быть вынесено на Совминсовет союзного государства. Отмечу, что по 2015 году ожидается профицит 1 миллиард рублей, что показывает о том, что бюджет для дальнейшего сотрудничества есть. Также я бы хотел сказать, что ФАНО России разрабатывает дорожные карты по инновационному развитию и рассматривает, прежде всего, не как потребителя себя и институтов инноваций, а именно как инструмент для бизнеса, для того, чтобы бизнес мог свои инновационные разработки проверить, опробировать с, так скажем, максимальной эффективностью с точки зрения и несодержания у себя научной базы. Хотел бы обратить внимание, что отдельная работа и также составляется дорожная карта по развитию центров коллективного пользования. На сегодняшний день, по нашим данным, в подвесных организациях ФАНО России более 190 центров коллективного пользования, ведется работа по улучшению ее, по, так скажем, оптимизации допуска бизнеса к научным оборудованию научных организаций. Возможно, это не допуск сотрудников, а предоставление по определенным алгоритмам определенных услуг. То есть различные варианты возможны. тем не менее, хотелось бы тоже понимать, какие, возможно, потребности имеются у бизнеса с точки зрения использования оборудования, поведения экспериментов. Как один из важных именно инструментов уже коммерциализации научных разработок, да, это вот о чем мы начинали, Дмитрий Николаевич говорил, здесь можно рассматривать как создание совместных малых инновационных предприятий, так и мы уже начали совместно с торгово-промышленной палатой провели предварительное обсуждение мероприятия в области сельского хозяйства, а как животноводство отдельное мероприятие, так и по растеневодству. Мы собирали представителей бизнеса, точнее, торгово-промышленная палата именно организовывала и, безусловно, это важным является, где представители бизнеса и представители научных организаций узким составом рассматривали наши посылы, наши презентации, были даны со стороны бизнеса замечания, то есть в каком виде они бы хотели видеть уже на расширенном мероприятии эти презентации, что не хватает. Было проведено при участии торгово-промышленной палаты вебинар по, так скажем, развитию малых инновационных предприятий, да, и хотелось бы сказать, что вот такие мероприятия, они позволяют нашим научным организациям учиться тому языку и понимать те потребности бизнеса, которые вот необходимы и понятны бизнесу. Вот поэтому, наверное, на этом я закончу и готовы дальше выслушать вас и в дальнейшем сотрудничать. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Очень важно, что Вы сказали, что мы были удивлены, когда побывали в Всероссийском институте животноводства. Я считаю, вот эта способность удивлять как раз у нашей науки сохранилась. Более того, я считаю, что мы не должны, в том числе и как представители предпринимательского сообщества не должны относиться к науке, скажем так, излишне потребительски, потому что, мне кажется, престиж науки, научных работников в нашем обществе катастрофически упал, и мы должны способствовать тому, чтобы роль науки в целом в нашем государстве и стране неуклонно повышались. А сейчас я хотел бы предоставить слово Дану Саниславовичу Медовникову, директору Института менеджмента и инноваций Высшей школы экономики, одному из отцов-основателей нашей рабочей группы. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Мне волна, чтобы дети хорошие получились. Вот я хочу рассказать о такой вещи, которая стали замечать, ну, по крайней мере, нашей власти буквально в самое последнее время, и активно работать с этой зоной, и пока еще мы видим только первые шаги. Речь идет о среднем технологическом бизнесе, которое наше бурное инновационное строительство в предыдущие годы, примерно с 2001 по практически 2014, как-то проглядело и специально с ним не работало. В основном инновационная политика государства была направлена либо на выращивание стартапов, либо последние свои, так сказать, стадии на понуждение к инновациям крупных бизнесов, прежде всего госкорпораций. Вот хочу напомнить, что на последнем совете по модернизации в конце прошлого года Варкович констатировал, что цели инновационной стратегии не достигнуты, число компаний, бизнес, которые занимаются инновациями, не изменился, около 11%, и только к этой статистике надо осторожно относиться, целевой показатель был 24. Что-то не сработало, это поняли все, в то же время ситуация резко, чрезвычайно обострилась, да, мы знаем, что началось в прошлом году, там и продолжается в этом, это и падение цель на углеводороды, и санкции, мы вдруг поняли, что мы технологически сильно зависим от тех, кто сейчас нам от технологий не поставляет, там скрытые и не скрытые барьеры для трансфера технологий, в общем, комплекс проблем стал чрезвычайно острым и интересным с прошлого года, поэтому мы видим сейчас довольно, так сказать, конкуренцию различных предложений и проектов, как нам, значит, реорганизовать всю эту ситуацию и добиться быстрых результатов. С этой точки зрения, вот, Адмир Кивач уже говорил о том, что вот у нас есть такая проблема, да, коммерциализация специализации научных достижений, как, собственно, превращать науку в инновации и так далее. Если присмотреться к среднему бизнесу, киотской технологической инновационной части, я чуть позже сейчас как бы быстро пройдусь по результатам нашего исследования, которое по заказу РВК и при содействии социализационных регионов в России проводилось в прошлом году, можно заметить, что худо ли, бедно ли у нас на самом деле есть довольно серьезный, заметный уже даже на макроэкономическом уровне слой национального хозяйства, где-то коммерциализация так или иначе произошла. Но произошла она очень, во-первых, небыстро, да, и средний возраст этих компаний, как мы увидим, порядка 20-25 лет. Никаких бурных там стартапов типа доткомовского бума в Штатах, там образца 2001 года мы у нас не видели и не увидим. А во-вторых, произошло это все как-то немного помимо вот всей этой серьезной, сложной стройки по нашей инновационной системе, да, институты развития участвовали там постольку-поскольку, и хотя некоторые действительно участвовали, особенно на ранних стадиях, это там и фонд содействия, там и российский фонд технологического развития, но в целом по большому компанию вот в вопросах говорят, что в общем как-то государство они особо и не заметили. Но тем не менее они есть, я хочу сейчас коротко сказать, кто они такие и дать некоторые предложения, как с ними можно работать. Итак, можно следующий слайд. Наш главный тест заключается в том, что если мы сейчас сместим фокус со стороны чисто институциональной политики, да, институты мы уже все построили, все что можно мы уже позаимствовали и обратимся вот к реальному опыту, к этому слою, который уже вырос, работает и возможно ему нужно просто немного, а может быть и не немного простимулировать. Мы получим новое качество в течение нового качества инновационного роста в какой-то ограниченный промежуток времени. Мы хотим сказать, что эти компании являются носителями уникальных технологических предпринимательских компетенций. Именно они научились этой самой пресловотой коммерциализации. И так как все они в основном вышли из советских научных школ, еще в конце 80-х, в начале 90-х, и прошли вот тот самый долгий путь до рынков, причем рынков мировых, и достигли там некоторых результатов. Можешь следующий слайд. Вот так как мы базировались на рейтинге тех успехов, которые составляются три года, сейчас уже можно смотреть динамику, просто на этом слайде короткие параметры, кого мы выбирали. Можно было взять больше выручку, да, мы знаем, есть выдающиеся компании, которые доросли уже до 20-30 миллиардов и так далее. Но вот решили вот так рассмотреть этот слой от 100 миллионов до 10 миллиардов. Выручка растут не менее 15% в последние три года. Там определенные показатели по доле неокрова, введению новых продуктов и так далее. Мы рассмотрели, примерно, проанкетировали 54 компании, углубленно поговорили с руководителями 21. Довольно репрезентативно, по мнению специалистов, этот слой на самом деле пока еще невелик и по России по разным оценкам он составляет около 300 компаний. Но если вы умножите их средние обороты, может следующий слайд на их количество, вы увидите, что в принципе это уже там, не знаю, по разным оценкам около полутора-двух процентов от вклада обрабатывающей промышленности в ВВП. Причем заметим, что пока им особо не помогали, росли не в общем сами по себе, как трава у забора в каком-то смысле. Мы можем увидеть, что они сильно отличаются от своих собратьев по наукоемкости, по производительности, по доле расходов в НЕОКР, по доле новой продукции, по количеству патентов, по количеству сотрудников, которые имеют научные степени. То есть в общем-то это такой достаточно образцованный укоемкий слой среднего бизнеса. Некоторые показатели просто сильно отличаются от средних показателей по российскому бизнесу. Следующий слайд. Вот несколько примеров, они здесь просто приведены, потому что на скидку, что называется, компании как бы хорошо известны в своих нишах, но может быть мало известны широкому кругу, хотя благодаря последним публикациям, статьям, сейчас привлечено внимание. Вы видите, что здесь представлены самые разные отрасли, они работают на мировых рынках, они являются поставщиками мировых грандов, да, Диакон, пожалуйста, там, Женерал-Электрика Рева, там, Аргус-Спектр работает, там, не знаю, замка Королевы Елизаветы, да, станции Восток в Антарктиде, ну и так далее. Это просто так примерчики, чтобы понять, что вообще они уже достаточно серьезны. Следующий слайд. Интересно, что они, ну, у нас как-то был очень сильный крен, да, в предыдущий наш инновационный цикл, там, примерно 12-13 летия, на вот эти вот, как бы, наиболее, что ли, модные темы, да, связанные с IT, с интернетом, отчасти с биотехом, мы видим, что эти компании довольно серьезно работают и в этих областях, ну, вот большинство из них это такие вполне себе бизнес индустриального контура, да, это машиностроение, это приборостроение, это электротехника, электротехника, хотя у них есть и IT, и биотех, и новые материалы. Следующий слайд. Вот он как раз показывает о том, что такое возраст этих компаний. Вот пик зарождения этих компаний приходится на самое начало 90-х годов. Еще небольшой пик мы видим, уже меньше, правда, в начале нулевых, то есть большая часть этих компаний, да, она уже создана более 20 лет назад, и это не стартапы, стартапами они были уже давно, и, так сказать, подход к ним, как к стартапам, предложениям институтов, которые прежде всего рассчитаны на бурный стартаповский рост, здесь не подходят, они уже выросли, у них уже другие темы и задачи. Следующий слайд. Хочется обратить внимание, что они отличаются и по так сказать, мотивам, что ли, и системе ценностей, да, от многих других бизнесов. Мы видим, что на первое место у них выходят оригинальные уж технические идеи, сильный коллектив разработчиков и конструкторов, а, например, важность там получения финансирования или наличия господдержки, где-то незначимые какие-то величины, которыми можно пренебречь, то есть это, в общем-таки, технократические, инновационные бизнесы. Следующий слайд. Да, что еще хочется обратить, принципиальные, так сказать, задачи для них, вот когда мы их спросили, вот если вам удастся привлечь инвестиции, кредит на приемлемых условиях, не таких, как сейчас, да, что вы в первую очередь будете делать на эти деньги, в первую очередь они будут разрабатывать принципиально новые продукты, ну и все остальное, там, например, повышение зарплат, там, расширение штатов, все это где-то внизу, ну, какие-то стандартные бизнес-интересы. Следующий слайд. При этом они достаточно осторожны, как они уже не стартапы, набили много шишек, поэтому они хотят в большей степени ориентироваться на инновации, связанные с улучшением существующих продуктов, хотя довольно большой процент, вот 44 процента, готовы разрабатывать и принципиально новые продукты. Следующий слайд. Что интересно, в отличие от многих технократических бизнесов, да, таких инновационных малых бизнесов, которых мы тоже в свое время достаточно поизучали, на первом месте для них стоит потребитель и потребительский интерес, это как бы главный критерий их успеха в бизнесе. Это, в общем, опровергает такой популярный в экспертной среде тезис, да, что наши инноваторы, наши, так сказать, изобретатели, подшедшие в бизнес, слишком техноцентричны и плевали на рынок. У них это все уже, может быть, было в каком-то далеком прошлом, сейчас это абсолютно рыночно ориентированные компании, работа с потребителем для них приоритет номер один, что, собственно, и доказывает их успех на рынке. Следующее. Очень важный пункт, они уже в своих нишах, да, это узкие ниши, естественно, компании небольшие, но в этих нишах они или лидеры, или находятся в группе лидеров там из двух-трех компаний. Это очень интересный результат, то есть эти компании не только вступили в конкуренцию, но и за эти там 20 лет они заняли лидирующие позиции на своих рынках, причем рынках не только российских. Совершенно особая психология, да, у бизнеса, у предпринимателя, который уже добился побед и стал лидером. Это как бы тоже нужно учитывать. Следующая их важная черта, как правило, лидер этих компаний – это харизматический технократ, и вокруг него средоточено ядро, сильная команда, и главным, так сказать, мотивом для создания компании у них было, у лидера, у команды желание работать, зарабатывать, интересно, с профессиональной точки зрения области. Например, там желание продать компанию вообще 0%, да, это вот как бы типичное наше представление об инновационном бизнесе с венчурной как бы схемой, серийные предприниматели. Здесь не проходят наши инновационные предприниматели и другие, это надо понимать, да. Следующий слайд, пожалуйста. Лидер остается принципиально важным человеком для, так сказать, собственно, технократического ядра бизнеса. Он продолжает руководить разработкой проектов или непосредственно участвует в этом процессе. Следующий слайд. Ну и то, о чем я уже говорил, они, в общем-то, мало что видели от государства, как бы не очень верят во внешнюю поддержку, поэтому они достаточно самостоятельны и опираются только на собственные силы, но при этом они отмечают, что одна из главных проблем для них это ограничение финансового характера для дальнейшего развития. Также, что интересно, они самокритичны, это проблемы организации внутренних процессов компаний. Следующий слайд. Ну вот тут мы просили их обозначить, какую господдержку использовали, вот довольно много грантов, там выставок. На самом деле, в целом, довольно большая часть компаний сказала, что, то есть сейчас 80 получается, да, 13 компаний сказала, что получение господдержки стало событием, которое коренным образом изменило их развитие, соответственно, для 87 процентов, вот эти вот различные гранты и прочие способы поддержки не сыграло существенной роли. Это очень важно, они не увидели, что государство помогало им так, чтобы это стало для них серьезным судьбоносным событием. Следующий слайд. У них сейчас есть определенные проблемы для дальнейшего роста, и вот это вот очень важно, если мы хотим дальше как-то с ними работать в сфере инновационной политики. Во-первых, они уперлись в ограниченность отечественного рынка для их высокотехнологичной продукции. Да, они уже ведут экспорт, но этот экспорт, в общем-то, достаточно ограничен в большой степени для многих из них это страны СНГ. И то, что касается ограничений, они просто дальше на внутреннем рынке с их продуктами расти уже, в общем-то, проблематично. Да, если взять, например, рынок IT, по разным оценкам он от 1 до 2 процентов мирового составляет. Если у вас серьезная разработка, на таком рынке ее отбить довольно сложно. Им надо помогать с выходом на зарубежные рынки, причем наращивать, чтобы они там наращивали свое присутствие. Следующий слайд как бы связан с внутренней ситуацией в компании. Они, так как они росли вокруг одного лидера предпринимателя и очень небольшой творческой команды, очень мотивированные сейчас после того, как они преодолели планки в миллиарды или там десятки миллиардов рублей оборота, у них возникает проблема управления. Их система управления, она скорее для малой, средней компании. Если мы хотим из них увидеть, чтобы они выросли, помочь им вырасти в большие серьезные компании, им потребуются консалтинговые услуги, потому что бы эту систему управления делать более адекватной уже для большой компании. Следующий слайд. Ну и, наконец, у них, ввиду того, что они опытные, так сказать, возрастные люди с большим опытом, у них нет высоких амбиций, они уже как бы видели, как развивалась инновационная история в России последние 20 лет, и у них нету сейчас уверенности, что они могли бы, так сказать, как любят говорить, да, например, американские стартаперы перевернуть мир, там, захватить глобальное лидерство и так далее. Поэтому, ну, без помощи, как бы, многие из них думают, ну, мы так и дальше будем спокойно, органично развиваться, останемся такими средними компаниями, в общем-то, на хлеб с маслом хватает. Но нам кажется, что если мы попробуем помочь и убедить их в том, что, собственно, они могут вырасти в тех, кого сейчас можно назвать национальными чемпионами, мы можем сильно, сильно проиграть. И, в общем-то, кроме как на них сейчас мало на что можно надеяться. Для того, чтобы их рост стал интересен государством, они, конечно, должны отвечать каким-то запросам. Дело в том, что в технологической сфере, да, и коллеги не дадут как бы мне соврать, у нас ориентиры, приоритеты государства до последнего времени были сформулированы очень неунятно, если вообще были сформулированы. Ну, вот хорошо, в прошлом году, наконец, появился прогноз технического развития, да, проводятся различные форсайты. Сейчас президентом объявлен курс на национально-технологическую инициативу. Того, как эта национально-технологическая инициатива будет сформулирована, увидят ли там себя вот эти вот наши технологические газели, мне кажется, во многом зависит успех того, как она будет реализована. Вот несколько возможных вариантов, это, что называется, просто мы предложили просто из нескольких компаний, сразу увидели, где бы они могли бы выстрелить, если бы государство сказала, что да, вот мы хотим с вами работать в этих направлениях. Следующий слайд. Но, как бы, печальность момента заключается в том, что наше, как бы, государство, оно не очень умеет работать с подобными объектами. У нас любят строить институты, а ручная работа по выращиванию чемпионов кажется чем-то даже не то, что сложным, а скорее даже недопустимым, потому что противоречит некоторым идеологемам нашего экономической парадигмы. Это хочется сказать, что, во-первых, чтобы нам не говорили о том, что не надо никого специально выращивать, подгонять и ставить какие-то проектные цели для конкретных бизнесов, все страны так или иначе делают это. От, собственно, Америки, где, так сказать, множество примеров выращивания очень сильных компаний под целенаправленно, так сказать, линиям, которые создавало государство, в том числе военные заказы, и кончая, там, не знаю, Азии, где сейчас эта тема очень модна. То есть, я уж не говорю про Китай, но вот последняя инициатива, это как раз Южная Корея и Таиланд. Последние несколько лет там созданы мощные государственные программы с очень четкими KPI-ами по выращиванию инновационных компаний с хорошим экспортным потенциалом из малого и среднего бизнеса. И мы предлагаем поставить для нашего проекта вот такой KPI. Давайте, чтобы в 2020 году в списке крупнейших компаний страны, да, например, там, возьмем, вариант, эксперт-400, там где-то, начиная, по-моему, с 50 миллиардов выручки до нижней строчки, появилось не менее 10 высокотехнологичных быстроразвивающих компаний, работающих в приоритетных направлениях технологического развития, то есть вписанных в национальную технологическую инициативу. Четко понятный KPI. Если мы его выполним, эти 10 компаний поднимутся на эту строчку, значит, еще там 100 компаний поднимутся на предыдущую и так далее, пойдет процесс их динамического развития. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо, Дан Саниславович. А вот те люди, которые принимают решения про национальной технологической инициативе, они имеют представление о том, что такие компании существуют, об их возможностях, в том, что рассказать. Ну, я не со всеми людьми общаюсь, которые занимаются этой темой, но могу сказать, что да, безусловно, имеют. Более того, мы знаем, что есть. Но штука в том, что поручения президента, да, они драматическим образом разбились на два, и поэтому разные люди занимаются двумя разными частями этой проблемы. Одно поручение связано с тем, что нам нужно поддерживать компании не сырьевого экспорта и делать для них инвестиционные лифты, да, и это все очень похоже на то, что мы предлагаем. Но там нету идеи того, что эти компании решают какие-то технологические задачи государства и являются, собственно, инновационными. А этим занимается Межэкономбанк, ОСИИ и так далее. Вот национально-технологическая инициатива, так сказать, создание там перечня вытягивающих проектов и так далее, насколько я понимаю, пока никак не учитывают вот эту вторую ветвь. Нам кажется, если бы мы пересекли эти две задачи, да, и в национально-технологической инициативе появился такой инструмент, как сейчас говорят, возгонка таких компаний, да, мы добились бы большего эффекта. Спасибо большое. Сейчас хотел бы предоставить слово Сергею Борисовичу Чернышеву, научному руководству лаборатории институционального проектного инжиниринга. Пожалуйста. Единственное, я хотел бы просто... ...регламента, потому что мы должны в конце часа уложиться, выступающих у нас много, сначала выслушаем всех, кто записался, потом уже будет небольшая дискуссия. Пожалуйста. Значит, какой у меня регламент? Скажем так, от 10 до 15 минут в данном случае... Мы тысячу лет знакомы с данным, но только сейчас я увидел ту колоссальную работу, которую они проделали, и я отрывочно, конечно, знал, чем я занимаюсь. Мне пришлось тут открывать первые в стране Коузовские чтения, пару месяцев назад, и как раз он делает то, к чему призывал Рональд Коузов, основоположник мейнстрима общества и знаний современной, которая, вроде бы, в значительной степени открыта была его статьей 1937 года «Природа фирмы», где он пытался объяснить, почему фирма существует вообще и за что он получил в 1991 году Нобелевскую премиум самую первую по винистинализму, а дальше они пошли. Он призывал, прежде чем делать какие бы то ни было теоретические заключения, прежде чем выбирать теоретические модели, отвергать их, рассуждать на тему о том, годятся или не годятся модели, например, экономикс, для этого надо заняться вопросом о том, как устроен определенный класс фирм, откуда они берутся и, собственно, какие транзакционные издержки в обществе они преодолевают, как все это устроено, а потом после этого уже начинают работу по теоретизированию. Вы проделывали колоссальную работу и теперь перед нами открылся огромный пласт фирм, которые, в общем, самое короткое, что их объединяет, это, собственно, сектор роста в экономике. Если мы хотим, чтобы в экономике возник рост, то важнейшие части вот этого уклада или сектора, видимо, будут являться те фирмы, которые вы изучаете. И после этого уже можно смотреть, какая теория годится, какая не годится, какой рынок, какой нет. Вот я также хотел апеллировать Дмитрию Николаевичу, который мудро, как такой Куан, начал, сказал, что вот у нас есть проблема, есть бизнесмены, которые не ботают по научной фине, и есть ученые, которые совершенно не понимают, что такое бизнес, и надо как-то вот коммерциализация, по-видимому, предполагать, что эти два мира будут сочетаться. Но единственное, чем я не согласился бы, что задача решается путем того, чтобы их познакомить и попытаться научить каждого говорить на языке другого сообщества. Мне думаю, что это благородная такая деятельность общественного характера, но она ничего нам не даст как результат, потому что между ними должны быть посредники, институты, инструменты и люди. Как назвать людей, которые должны заниматься этим? Я бы назвал их очень просто, управленцами, наверное. Они должны иметь профессиональные инструменты, в частности, и среди них инструменты коммерциализации того, что первые граждане изобрели, то есть превращение их в то, что вторая сторона этого партнерства вожделеет поиметь, но в принципе они как бы друг друга не видят и не увидят. Вот мне хотелось бы, чтобы изначально сказать, в качестве кого я выступаю и о чем я буду говорить, и почему это надо слушать эти 8 оставшихся минут. Ну, всегда есть интернет, я полез в интернет с вопросом «А кто я?» и там, к счастью, тут известные авторы написали, что я специалист в области организации управления. Вот в этом качестве я буду выступать, тем более, действительно, правда, я заканчивал факультет управления Московского физико-технического института, который был там создан в 1969 году. Как раз вы аккуратно поступили в этот момент. Так вот, мне кажется, что задача коммерциализации и инновации очень важная, но она является частным случаем задачей коммерциализации чего угодно. И наша проблема в том, что у нас нет инструментов и профессий по коммерциализации этого чего угодно. И чтобы назвать это что угодно, я назову его просто проект. Вот и все. И проблема в том, что мы не готовим специалистов, не делаем инструментов, и это сфера коммерциализации проектов, то есть, назовем это еще проще, привлечение инвестиций в проекты, она во всем мире действительно, я с данным согласен, она профессионализируется уже как минимум 50 лет в практике, а у нас она вроде бы как, ну, считается, что ее как бы и нету, что ли. Она чуть ли не антирыночная. У нас было здесь замечательное мероприятие, где Дмитрий Николаевич сопредседательствовал с Антоном Ильичем Даниилом, Даниилом, мы представили как раз вот один из кейсов по коммерциализации проекта в сфере ЖКХ. И после этого Даниил Даниил подарил мне замечательную книжку, уникальное издание. Они совершили акт гражданского мужества и напечатали книгу, подготовленную к печати в 89-90-м годах. Издали они ее сейчас, тогда они не успеют. Эта книга написана людьми из группы Белкина-Медведева-Нита, она была очень близка, мы параллельно занимались тем же. Они решали вопрос, что делать с гигантским навесом деревянных рублей, под которые в народном хозяйстве вообще нет никаких товаров. Тогда они решили создать параллельный контур денег-2, которые должны отталкиваться от того, что какие-то фирмы производят черпоберение шагающие экскаваторы, которые устаревшие там, а вот носки, значит, не знаю, помидоры. И отталкиваясь от этого, постепенно вводить в государство контур реального роста, где должны работать реальные рубли, а потом постепенно как-то пожирать изнутри контур неправильных деревянных рублей. И вот из этой книжки я увидел прежде всего то, что когда сейчас постепенно входит в моду поругивать рынок, инструмент рынка, экономикс, и Дан тут тоже ворчал на этот счет, в общем, я его понимаю, что никто не занимается. Надо понять, откуда все это взялось. В этой книге есть не только интересные инструменты, но и религиозная вера, что рынок как таковой, как институт, он а, универсален, и б, он еще распространяется на мораль. То есть если мы, значит, создаем фирму, которая производит товары, продающиеся населению, то работа в ней моральна, а в ней, значит, расхитительное социалистическое имущество, жулики, лудари и прочие истребятся, а те, которые останутся работать, будут честными и светлыми людьми. В этом смысле я был и остаюсь приверженцем этого института, каким был изначально, но он, а, не универсален, и б, значит, в любом из подобных институтов, будь то план, рынок, производство и так далее, можно вести себя морально, аморально, а можно вести себя эффективно, неэффективно, пользуясь инструментами или не пользуясь. Мое дело это инструменты, эффективность, и я буду вести речь об инструментах коммерциализации проектов, а еще проще, инструментах привлечения инвестиций в проекты. И апеллировать буду не к каким-то вещам, которые придумали мы там в лаборатории. В нашей лаборатории, коллеги, одна из двух российских организаций, которые входят в Global Impact Investing Network. Мы там стоим рядом с КПМЖ, и в этом качестве я там проводник поздний проклятых империалистов, и буду говорить об инструментах только тех, которые уже есть, и которые получили название. Первый из этих инструментов у нас на глазах входит в моду, и называется он Project Finance, проектное финансирование. В частности, вот в пламенной своей речи в октябре месяце этого года президент воззвал к сообществу, он, помните, как сказал, пришел, что мы с правительством день и ночь занимаемся обеспечением роста, правда, пока результатов нет. Потом он сказал, я немножко опоздал, тут вам уже говорили про макроэкономические ограничители, про, значит, учетные ставки, и я это слышу каждый день. Потом он сказал, что мы, я, мы не готовы отказаться от стратегических целей, которые будут поставлены нам, но мы уже поняли, что старые инструменты не позволяют их достигнуть. Я цитирую в очень близких текстах. Но ведь есть же новые инструменты, давайте мы с помощью новых инструментов постараемся достичь старых целей, или, по крайней мере, к ним приблизиться. И он назвал первым проектное финансирование. Недавно была встреча президента с группой членов правительства, которая началась с того, что он сказал, у вас тут грипп, вы на работу не ходите. А потом второй абзац он сказал, Уликаев, товарищ, доложите, что у нас происходит с проектным финансированием. Уликаев доложил, вы можете посмотреть, там очень интересная схема. Я могу вам сказать, достаточно профессионально, мы проверяем мою гипотезу уже несколько месяцев. Мы заимствовали Запада пустую оболочку от проектного финансирования, а содержание мы оттуда не взяли. Проектное финансирование – старый добрый инструмент, который существует в практике с конца 60-х, начало 70-х годов, где, грубо говоря, происходит замещение старой понятной формы кредитования, мы вам деньги даем под залог. На принципиально новую фантастическую форму вам деньги даем просто так, под проект. То есть под научный прогноз того, какой будет денежный поток создаваться, если ваша затея будет реализована. Поэтому в этом проектном финансировании изначально был постоянно нарастающий, очень важный кусок разработки проекта, так, чтобы он изначально представлял собой как можно более точный прогноз того, когда и какой финансовый поток будет генериться. В этом смысле, если посмотреть, как оно устроено, вот сейчас можно взять восьмое стереотипное издание Euromoney Book Project Finance, которое вышло два года назад. Вы увидите, что тема постоянно расширяется, становится все более профессиональной. При заимствии, я не знаю, как это получилось, но этот кусок там целиком исчез, и то, что Люкаев описал как проектное финансирование, это просто размазывание рисков по четырем участникам. Вот вы пришли из проекта, вы будьте добры, где хотите достать 25% денег в наш проект. Вот вы банк мистическим образом отобран в роли уполномоченных банков. Очень интересный список уполномоченных банков. Половину вы все знаете, ну это Газпромбанк, там Туркбанк, а вторая половина, я даже впервые слышал эти названия, я не профессионал, откуда они взялись, как они попали. Но это вот не моего ума дело, я специалист по управлению. Значит, дело в том, что в механизме, который предложен, никак не оговорен способ, принцип вот этого разработки проекта и прогнозирования с целью как можно более точного выяснения того, какой там будет создан финансовый поток и какие риски там возникают. Вот эта тема отсутствует. Считается, что банки отбирают проекты по своему стандарту. Я, естественно, говорил с тремя-четыремя крупными банкирами, которые говорили, что у них в бренде есть проект на финансирование. Все они заверили меня, ну, Сереж, ты понимаешь, что там нет никакого финансирования. Или прямо сказали, у нас имеются инструменты для отбора проектов под кредитованием. Поэтому банк на самом деле дает кредит. Но просто поскольку кредит никуда что нельзя дать, то Госбанк дает разрешение. Он меняет форму, так сказать, по которой могут работать банки и разрешает им как бы в качестве залога использовать этот самый проект. Вот поэтому государство дает одну четверть денег на, значит, финансирование, как бы по проектному финансированию. Еще оно дает свою гарантию на то, что вот, тоже на одну четверть, что можно вот так работать. Я предельно упростил картинку, но поверьте мне, там нет ничего от крожек фонанса. Мы взяли фантик, конфету не взяли. В этом смысле, пункт номер раз. Нам предстоит путь, если уж мы этот инструмент берем, понимание того, как он устроен, какие там внутри содержатся конкретные стандарты инструмента и внедрение переноса наверх. И я думаю, что по этому пути нужно идти. Пункт номер раз. Пункт номер два моего выступления. Тем временем, в восьмом году грянул кризис. Проектное финансирование как инструмент, как практика, как технология, как профессия потерпело ущерб. В частности, исчезла целая группа крупнейших инвестбанков. В наших банках, там типа МДМ, во многих были департаменты наряду с кризисом проектного финансирования, они исчезли. Ответом на это является глубокая модификация инструмента, которая идет в наших глазах. Под разными названиями возникает новый стандарт проектное финансирование 2.0. Оно называется в Соединенных Штатах Impact Investing. Я об этом, к сожалению, два года пишу, в том числе, журналисты, ожесточенные. Значит, Social Investing, который в Британии разрабатывается, не путать с социальным предпринимательством, никакой связи нет, потому что Social у них, это не социальное у нас. Кроме этого, возникла идеология. Первая версия идеологии называлась Blended Value. Вторая, автором которой является Майкл Портер, извешенный в нашей стране, почему-то только как по своим работам в 80-х годах, как основоположник учения конкуренции. Майкл Портер уже 5 лет выступает знаменосом Shared Investing. Это вот идеология, которая объясняет, что Impact Investing – это принципиально новый этап и шаг в развитии инвестиционных технологий, которые призваны обеспечить устойчивый долголетний рост в глобальной экономике, в мировом масштабе. Поэтому то, что они делают, я бы перевел корректно на их же языке, как Shared Investing, и на русский язык, как проектное соинвестирование. Что это такое? Мы показывали в нашем кейсе. Вот проект создания сети котельных в Омской губернии, который на кредитных основаниях в принципе не окупается, чтобы не делали с тарифом, как бы мы его не ухитряли с профессиональной площадью. На инвестиционных основах, когда не надо брать кредит и обслуживать, и тратить на него, он становится возможным, но тогда требуется на сеть котельных, на котельную муниципальную, 35 лимонов наших денег, и 12 лет он окупается. И после этого делается ряд простых шагов. В проекте есть поставщики товара. Вот поставщик, собственно, самой котельной. Мы его, по счастью, знаем, мы с ним договорились. Он вместо того, чтобы ее продавать, он ее инвестирует. Понятие инвестирует, распространяется не только на деньги. Инвестирует и получает 25% в проекте, отдает ее просто там, грубо говоря. И вот точно так же поступаем мы с местным отделением полимер-тепло и так далее. И там было показано, я отсылаю вас это все на сайте ТПП, опубликовано, вывешено. В презентации есть решение, значит, протокол, по которому этот стандарт надо развивать нельзя. Значит, после пяти или шести шагов, такого же характера примерно, выясняется, что теперь в проекте инвестор смысле денег, у него уже доля осталась 30%, зато от него надо не 35 миллионов, а 6. И это все окупается не за 12 лет, а за 3. Меньше 3 лет. Вот это называется shared investing. Эта технология существует там уже тоже 10 лет. И у нас полно классиков. Вот я сейчас сидел тут в кафе с предпринимателями, они мне рассказывали, как они занимаются этим самым shared investing, где им государство инвестирует здание. Они потом расплачиваются из потока, который генерирует проект, за это здание. Ну вот, поэтому есть куча форм, в которых мы классики. Я в чем-то думаю, что когда этот самый shared investing распространится, выяснится, что Россия родина слонов. Просто как бы у нас слоны отдельно, а мейнстрим экономически отдельно. Я считаю, что это надо обязательно впихнуть в модели экономик, которые к этому не имеют отношения и не обязаны этому соответствовать. И на этом основании некоторые утверждают, что модели экономик плохие. Они очень хорошие, просто они не про это. Они не описывают эту часть бытия. Ну и последний шаг, которым занимаемся, собственно, мы. И если мы хотим клонировать проект, чтобы он легко переносился, значит, есть первый способ. Мы берем проекты «Зомтка» и идем в соседний регион, мы это уже пошли. Но в регионе выясняется, что договоренность между нами и Никоном, поставщиком котельных, она заняла полгода, и то потому, что мы с ним знакомы много лет, мы работали с его сигналом. А договоренность с поставщиками других услуг – это тоже сложные переговоры, и нам предлагается по новой в этом регионе передоговориться, там другая конфигурация. Что мы должны переносить? Мы должны переносить институциональную матрицу, то есть постараться найти регион, максимально похожий по характеру партнеров, по типам рисков договоренностей на этот, оно, поскольку соответствия не будет, нам нужны инструменты адаптации. А, значит, они отличаются чем? Как учит нас институционализм, Хоус, Уильямсон, Норд и так далее. Они отличаются структурой институтов, то есть тип законодательства. Вот то, что у нас существует как метафора инвестиционного климата, как будто это все облака. На самом деле в современной науке, которая вот под этим названием институционализм бурно развивается в 60-х годах, и там уже все нобелевки про это, и там они занимаются специфическими активами и типами контрактов, вот там это все называется институциональной структурой. Поэтому перенос успешен в той мере, в какой мы переносим, даем людям инструменты подстройки под данную конкретную конфигурацию институтов, тех фирм, которые мы хотим туда перенести. Чем мы сейчас вот и занимаемся вкратце. Если у меня есть 30 секунд, я рассказал бы анекдот, можно? Чтобы понять, да. Показывающий характер работы. Мы должны бить врага трофейным оружием, если есть враг. В этом смысле есть анекдот, неполиткорректный, я заменю там выражение, как встречается наш дальнобойщик с не нашим дальнобойщиком, в анекдоте был японец, где-то на Чуйском тракте, там уже стоит Макдональдс или Кентоке Чико-Храйз, они сидят. Я просто буду заменять выражение, которое приносит наш дальнобойщик на аббревиатуру «Неполиткорректное прозвище, апеллирующее к этнической принадлежности, НППАЭТ». Сидит японский дальнобойщик, рубашки, гаустки и звучит, есть стрелка. Сидит наш, он в ватнике, у него одна половина обгорелая, он спит на моторе, другая половина вынефть, потому что очень холодно. У него трехдневная щетина, красные глаза, трясущие стрелки. Он под салом наливает, выпивает, смотрит на, значит, и говорит, а ну, НППАЭП, пойдем-выйдем, я тебе покажу, дальнобойщик. И выходит, он размахивается, он темнеет в глазах, он падает, приходит в себя, на дне стоит японец, что это было? Это наше национальное японское дзюдо называется. Цикл повторяется, он наливает салом второй стакан, выходит, размахивается, а ну, НППАЭП, я тебе покажу. Падает, приходит в себя, японец стоит, говорит, что это было? А это наше национальное каратэдо называется. Он выпивает третий, они выходят, японец принимает пузу Бруса Ли, у него темнеет в глазах, он падает, приходит к себе, над ним стоят наши ватники. Говорит, что это? Это было ваше национальное русское? Ваш инструмент управленческий? Нет, говорит наш. Опять ваши сволочи. Монтировка от Тойоты. В этом смысле я предлагаю 6 ступенчатые заимствования. Project Finance номер 1, Shed Investment номер 2, Институт инженеринг номер 3, тем более мы 30 лет разрабатываем эту институт инженеринг. Для того, чтобы создать скорейшим образом рост эффективно растущих проектов, где профессионалы занимаются коммерциализацией. Просто инновации самое сложное, что можно коммерциализировать. Самый простой коммерциализирует актив в участок земли, который у нас стоит в 5 раз дешевле, чем в Польше. По понятным инициалистам причинам. Вот, собственно, пафос моего выступления. Спасибо. Сергей Борисович, вы не поверите, я подобную сцену именно на чьюсь контракте наблюдал, только с разницей, что это был не японец, а монгол. Но вот этот анекдот не только мне понравился, но и Алексей Владимирович хотел кратко прокомментировать. Я вот хотел сказать, что Сергей Борисович сказал очень важную вещь по поводу проектного финансирования. И об отсутствии этой самой конфеты, доведения научных разработок именно до стадии финансирования. Здесь большая пропасть. На мой взгляд, были под это созданы институты развития, но в последнее время такое ощущение, что они выполняют такую же функцию, как банки, только немножко другой тип финансирования. Поэтому у нас есть инициатива рассмотреть, вот хотелось бы обсудить здесь на рабочей группе, инициативу создания некого фонда или управляющих компаниями долями ученых. То есть, когда ученый доходит до определенного этапа, ему, как правило, как мы наблюдаем на практике, не совсем интересно продолжать вести бизнес. Ему скорее нужно вернуться в фундаментальную науку. И хотелось бы, чтобы была структура, которая могла бы в последующем защищать его интересы, как это по образу и подобию управления аудио и прочими интеллектуальными собственностями. И, соответственно, и эта структура при управлении этими долями, получая комиссию, была бы заинтересована в помощи оформления и получения тех самых средств у институтов развития. Психи пытаемся создать, это уже четвертый год, если вы поможете, был класс. Ровно вот это, чтобы ученый занимался наукой, но он прекрасно понимал бы, как и кто коммерциализирует. И, в принципе, мог бы и перейти в ряды коммерциализированных. Если есть какие-то мысли, то хотели бы получить и отудить вот этот механизм, который мы рассматриваем. Извините, пожалуйста, один комментарий. А кто будет заниматься оценкой этих проектов? Вот монетизация непосредственно проектов, когда ученый, ну, это идеальный цикл, когда ученый что-то придумал, у него это купили, вернули деньги, он опять что-то придумал. И так это бесконечно происходит. А как это будет в России работать? У нас фонд Сколку, мы очень серьезно этим занимаемся. Это одна из основных проблем, это правильный оценка стоимости вклада ученого в проект и также самого проекта. В США там немножко по-другому ситуация. Например, в Силиконовой долине я сам занимался и участвовал в нескольких проектов, когда мы практически проводили IPO стартапов. Мы выводили на NASDAQ проекты, когда уже их реальная стоимость, она оценивалась, может быть, отчасти спекуляционно, но мы видели циклы. Здесь это будет, ну, я могу сказать, к чему это приведет. Это приведет, по сути, к грантовой системе абсолютно субъективной. Это мое личное мнение. То есть она не будет объективной. Сергей Сергеевич, я прошу прощения, но у вас еще будет время выступить. Давайте мы тогда по порядку просто идем. Станиславу Дмитриевичу Размировичу, директору Центра исследований сферы инновации, Института менеджмента инноваций высшей школы экономики. Спасибо. Я, на самом деле, в отличие от предыдущих наших выступающих, немножечко более практическое выступление о конкретном проекте, который мы совместно с коллегами из ТПП пытаемся разработать и предложить, как совместно между ТПП и ФОНО. Значит, речь идет о проведении конкурса инновационных проектов, которые разрабатываются научными организациями, находящимися в езене ФОНО. Следующий слайд. Ну, вот я коротко расскажу о этом предложении, о том опыте организации разных конкурсов, которые мы обладаем, мы, которые мы пытаемся транслировать в данный конкурс, порядке его организации и о возможных его результатах. Следующий слайд. Ну, вот, собственно, речь идет о конкурсе, как я уже сказал, проектов, которые рождаются научными организациями подведомственными ФОНО, и которых, ну, предположительно, достаточно большое количество в латентном виде существует. И мы предлагаем организовать такой конкурс совместно с ТПП, где организации ФОНО будут предлагать проекты, а ТПП будет участвовать в экспертизе, в организации экспертизы и, собственно, в проведении экспертизы этих проектов. При этом мы рассчитываем на то, что в этой экспертизе будут активно участвовать вообще в работе по этому конкурсу, будут участвовать члены ТПП, и тем самым на выходе мы получим, ну, по крайней мере, в каком-то приближении, вот как раз взаимную заинтересованность между учеными и бизнесом. Ну, цели конкурса здесь, в общем, перечислены, я их зачитывать не буду. Помимо этой стыковки, мы бы еще считаем, что одним из результатов – это демонстрация, собственно, того инновационного потенциала, который имеется в нашем академическом секторе, и который до сих пор еще недостаточно хорошо представлен ни бизнесу, ни обществу в целом, ни государству. И поэтому периодически возникают подозрения, что ученые у нас занимаются только фундаментальной наукой, не давая ничего практическому, конкретному бизнесу. Значит, что касается того опыта, на который мы предлагаем базироваться. Ну, прежде всего, это конкурс русских инноваций, который наша команда в свое время инициировала в журнале «Эксперт». Он проводился 10 лет с 2001 по 2010 год. В свое время, так сказать, был достаточно громким проектом. На той почве, когда только-только развивалась вся эта инновационная тематика, спонсорами и партнерами были разные коммерческие компании, достаточно большая база проектов. И в ходе этого конкурса были не только, так сказать, поддержаны эти проекты, но и отработана определенная методика проведения конкурса. Следующий слайд. В результате чего мы в какой-то мере тиражировали эти методики в разных других конкурсах. Это в 2007 году был конкурс «Российский дом будущего», который организовывал тоже «Медиахолдинг-эксперт», но с участием самых разных компаний из сферы ЖКХ и строительства. В 2008 году к нам обратились организаторы из Росмолодежи Зворкинского проекта. Мы им помогли с организацией экспертизы этого конкурса и в течение трех лет сопровождали его. И вот в 2011 году тоже эта же фактическая методика была применена в конкурсе «Телеком.Идея», который организовала компания МТС. И он до сих пор продолжается. Мы, так сказать, осуществляем тоже экспертную поддержку организации экспертизы. Собственно, эту методику мы хотели бы предложить тиражировать и для предлагаемого конкурса. Она, несколько есть основных моментов, которые я хотел бы озвучить. Первое, это следующий слайд, это формирование экспертного совета, в который обязательно должны войти не только специалисты в сфере науки, но также специалисты власти, бизнеса. Это, в общем, в какой-то мере интерпретация известной модели «Тройная спираль», которая сейчас достаточно популярна, когда инновации развиваются только как результат взаимодействия этих трех сил. Поэтому в свое время в экспертный совет конкурса «Русских инноваций» входили достаточно известные люди как из науки, такие как Алфимов, Скрябин, так и люди, связанные с государством Фустенко, Ковальчук, Салтыков, Бортник. И люди из бизнеса, из крупного бизнеса нам тогда особо привлечь ни у кого не удалось, но, тем не менее, люди из среднего бизнеса, из инновационно-активных компаний в этот конкурс в экспертный совет тоже входили. С тех пор многие из них, кстати, достаточно успешно свой бизнес развили. Например, Дмитрий Морозов из компании «Биокат», который сейчас как раз тоже входит в те самые технологические газели, о которых Дан Медовников рассказывал. Следующий принцип организации конкурса – это критерии оценки проектов. Возможно, сейчас это, так сказать, уже некоторое общее место, но, тем не менее, когда мы начинали, это было не абсолютно истинно. Мы отталкиваемся от трех критериев. Это научно-техническая новизна проекта, это величина и динамика рынка, на который этот проект нацелен. И третья ось – это команда проекта и квалификация этой команды с точки зрения организации выполнения этого проекта. И мы считаем, что только при наличии всех трех составляющих проект может действительно иметь потенциальный успех. И с этой точки зрения этих трех осей мы оцениваем проекты. И это заложено во все документы, с помощью которых разработчики должны описать свой проект. В связи с этим еще третья составная часть – это этапы проекта. Мы здесь движемся от простого к сложному. На первом этапе это достаточно простенькие, относительно простые, скажем так, формализованные анкеты, которые заполняют участники, что позволяет их оценивать, опять-таки, достаточно простым критериям и позволяет провести онлайн-экспертизу заочную по принципу «да-нет», то есть проходит этот проект следующий тур или нет. Здесь же можно подключение расширенного состава экспертов, в том числе, возможно, представители региональных торгово-промышленных палат могли бы принять участие, и включение какого-то механизма краудсорсинга, то есть обсуждение этих проектов в онлайне, которые тоже могут, в том числе, повлиять на те экспертные оценки, которые будут выставлены. Второй этап – уже усложняется задача. Участники, после того, как будет отобрано какое-то количество на первом этапе, должны представить развернутые описания проектов. Там те же самые три параметра они должны в проект свой описать, приложить соответствующие иллюстрации, доказательства каких-то испытаний. И эксперты оценивают уже по более сложным процедуре, это уже чтение этого проекта, этого текста, и оценивание по многокритериальной матрице, которые потом сводятся и выставляются оценки по проектам. При этом обязательно уже проведение почного экспертного совета, где происходит достаточно бурное, как правило, обсуждение с последующим заключением по проектам. И после чего проекта переходит на третий этап, это уже конкурс презентации проекта. Авторы должны лично представлять проекты членам экспертного совета, ответить на вопросы, поскольку, опять-таки, оценить квалификацию команды можно только очным путем, в том числе потому, как они ведут презентацию, отвечают на вопросы. По результатам должен определиться круг проектов победителей. Мы считаем, что это должно быть небольшое количество, порядка 5-10 проектов, в зависимости от того набора номинаций, которые мы должны будем, соответственно, определить перед началом конкурса вместе с организаторами в виде ФОНО и ТПП. Ну и дополнение. Мы считаем важным дополнить такой конкурс разными образовательными аспектами. То есть мы предлагаем обязательно в порядке проводить для тех, кто вышел, прошел второй тур, как минимум, проводить вебинары по теме коммерциализации технологий. И для победителей тоже им предложить менторскую программу, потому что, ну, стали они победителями, надо им двигаться дальше, двигаться к инвесторам, двигаться к какой-то системе поддержки. И, как правило, опять-таки, сами разработчики этой квалификации не обладают, им нужна менторская поддержка. И в данном случае после завершения конкурса такая поддержка должна продолжать этот конкурс. Ну и последнее. Собственно, какие результаты мы хотим добиться? Первое. Ну, прежде всего, ФОНО, наверное, заинтересованы в этом. Будет создана база инновационных проектов аккредитического сектора. Причем не просто база, а база проранжированная в ходе этой экспертизы. То есть с ней уже можно будет работать, какие-то проекты подтягивать, какие-то, наоборот, продвигать к инвесторам, к бизнесу. Второе. Это, естественно, будет отобран список проектов, прежде всего, победителей и финалистов, которые обладают наибольшей коммерческой привлекательностью для работы с потенциальными инвесторами. В ходе конкурса представители бизнеса смогут ознакомиться с этими инновационными разработками, и даже если они не войдут в какие-то шот-листы победителей, но заинтересуют представителей бизнеса, они смогут с ними в дальнейшем продолжать работу. С другой стороны, для ученых возникнет лучшее понимание требований бизнеса, повысится и квалификация по написанию представления проекта. Ну и последний пункт, который мы считаем тоже важным, это, собственно, будет продемонстрирована широкая общественность властям и, так сказать, публике широкой того инновационного потенциала, которым обладает отечественная наука. На этом спасибо. Если есть вопрос, готов ответить. Большое спасибо, Станислав Дмитриевич. Мне кажется, более чем такая прекрасно разработанная программа действий. Алексей Иванович, как у Вас? Возражений нету, просто уже совершенно четкая программа взаимодействия. Мы о ней слышали уже, даже неоднократно мы обсуждали, и в целом мы готовы рассматривать такой инструмент. Единственное, что вопрос встает о том, скажем, что конкретно получит победитель этого конкурса. То есть это какое-то финансирование, или это действительно менторская поддержка, но нужно понимать, в какой она будет форме. То есть если мы поймем, что на конечном этапе за что борются организации, то в целом, как инструмент, такой инструмент реализован со сколку. Совместный опыт, совместный конкурс, он уже имеется. Поэтому еще одно такое мероприятие, я думаю, будет поддержано. Просто нужно понимать, каков будет личный интерес научных организаций. Вы же сами сказали, миллиард из бюджета союзного государства, не о приходу он и лежит, не говоря уже о других источниках. Нет, нет, это миллиард, это на научный... Шучу, шучу. Ну, я на самом деле не сказал, собственно. Действительно есть вопрос в спонсорстве этого конкурса, его какой-то поддержке партнерской. Мы все же рассчитываем на то, что в случае одобрения со стороны ТПП, со стороны ФОНО, мы будем разворачивать работу по привлечению каких-то коммерческих организаций, прежде всего крупного бизнеса, на спонсорство такого рода проектов, в том числе на спонсирование призов. Хотя это, конечно, не инвестиционные ресурсы, а, скорее всего, просто призы, что уже, тем не менее, немало. Плюс к этому мы, наверное, обратим внимание ФОНО, других уважаемых институтов развития, которые тоже могут подключиться к поддержке. Спасибо большое, Саняслав Дмитриевич. Сейчас слово передаем ответственному секретарю нашей рабочей группы, Владимиру Александровичу Муравьеву, который расскажет очень кратко, я надеюсь, о том, что в ТПП РФ делается по взаимодействию научных... Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Спасибо, уважаемые коллеги, за то, что подключились к работе группы. То, что я сейчас буду произносить, это ни в коей мере не только результат действий из самой ТПП, но это и работа экспертов, которые привлекались и начали участвовать даже до формирования нашей группы. Заранее извиняю, что буду говорить не об общественно-политических интересных вещах, а о конкретных наших задачах. Поэтому прошу по окончанию выступлений, либо в формате дискуссии, если у нас будет время, либо потом заочно связаться с нами и сообщить, если у вас возникают какие-то комментарии и предложения, по тому, что мы собираемся делать и как мы это собираемся делать. Для начала скажу, что мы для себя увидели некую нишу, на которой готовы работать. Это ниша взаимодействия как раз науки, бизнеса в российских условиях, где есть и ФОНО России, есть и вкладители научных организаций, предприниматели, ученые, обладающие различными интересами и различными потребностями. Я бы не хотел сейчас тратить большое количество времени на данный слайд, поскольку многое было уже сказано уважаемыми коллегами. В принципе, суть проблемы, наверное, ясна. Коротко характеризую, что мы успели сделать. Мы соединили, фактически начали синхронизировать, насколько возможна работа двух институтов. Это ФОНО России и Торговая промышленная палата. Торговая промышленная палата, как представитель, выразитель интереса бизнеса, представленная в большинстве регионов достаточно широко, является удобной площадкой для того, чтобы транслировать, во-первых, запрос и опыт бизнеса в науку, а с другой стороны, для того, чтобы распространять результаты научной деятельности не только на локальном, каком-то федеральном или московском уровне, но и на регионах. По этому поводу мы привлекли и сегодня на заседание, и здесь присутствовали, и по видеоконференцсвязи у нас присутствует территориальная палата, которая, надеюсь, заинтересуется нашей совместной деятельностью и смогут дать некий отклик. ФАНО же России проявила себя достаточно серьезно с нашим взаимодействием, активно, и за что отдельное спасибо, надеюсь, еще не расскажем. Первым нашим итогом работы было проведение заседания комитета по инвестиционной политике с Антоном Викторовичем, где мы поняли, что нужна некая формальная рамка для наших дальнейших действий. В результате было подписано соглашение 24 декабря 2014 года между ТПП РФ и ФАНО России. Мы для себя поняли, что есть некие первоочередные задачи, и необходима экспертная площадка, которую мы назвали рабочей группой данной и сформировали. Сегодня мы проводим первое заседание. На сайте представлены некоторые основные наши партнеры, кто вошел в рабочую группу, от кого мы просим интеллектуальной помощи, и очень на нее надеемся. Задачи нашей рабочей группы и проводимые заседания, что мы все-таки хотим сделать. В некотором виде сегодня это уже говорилось, я постараюсь несколько резюмировать. Мы выделили три направления, по которым видим возможность работать и уже начали делать мероприятия, некие задачи уже решаем. Первое – продвижение технологий и услуг научных организаций. Высокая, конечно, степень готовности этих услуг и технологий. То есть мы хотим понять, что есть в научных организациях, что мы можем передать бизнесу. Второе – это обратное движение. Это движение от бизнеса, понимание бизнеса, информация о том, какие в будущем разработки могут быть интересны со стороны науки. Возникают они обычно из-за понимания конкуренции, из-за понимания того, что в будущем продукты конкурента будут обладать другими технологиями и будут более конкурентоспособны обладать какие-то преимущества, иметь, которые нужно решить с помощью научных задач. Это некий такой рекомендательный инструмент для понимания того, что может быть приоритетным с точки зрения бизнеса исключительно. В данном направлении мы уже в рабочем порядке обсудили с управляющей компанией Роснано возможности взаимодействия. Взаимодействие компания Роснано это заинтересовало. Мы ждем после проведения нашего сегодняшнего мероприятия от них предложений, от них запросов от портфельных компаний. Также с тем же самым вопросом я бы обратился к членам рабочей группы, попросил по возможности представить свои предложения, в каких хотя бы отраслях можно проводить разработку, какого типа технологий им могут быть нужны с точки зрения действующего бизнеса. Конечно, возвращаясь к важнейшему аспекту, это продвижение технологий и услуг, как мы говорили, мы сейчас предприняли уже некоторые меры по сбору информации от научных организаций. У нас есть три направления, по которым мы можем собирать эти технологии. Первое – это создание некого паспорта технологий, который мы просим заполнить организацию под тем технологиями или технологиями, которые они считают наиболее привлекательными с точки зрения коммерциализации. В пилотном режиме мы такую работу сделали с Всероссийским институтом животноводства. У вас в раздатке присутствует проект этого паспорта, доработанный по результатам наших обсуждений. Присутствует пример заполнения Всероссийским институтом животноводства. Это не предложение технологий, это просто вот что получается. И я попросил бы по возможности коллег посмотреть, что у нас вышло, дать некие комментарии, если возможно, по этому паспорту. Второе интересное направление сбора информации, которое упоминалось, это предварительные презентации. Мы провели закрытую презентацию проектов агропромышленного комплекса, на которой присутствовали и члены рабочей группы, и три было представлено направления. Мы получили для себя некое понимание того, как лучше строить презентации науки, что нужно сказать научным организациям, и как они должны формировать свои презентации и рассказывать бизнесу, что они, собственно, делают. В результате мы написали справку, в которой перечислены замечания и предложения присутствующих на той предварительной презентации. Она также у вас находится в раздатке. И были комментарии от экспертов, которые получали эту справку. Они сейчас учтены. По возможности тоже просил бы посмотреть, потому что на основе этой справки мы хотим сформировать некие короткие, понятные, лаконичные, методические рекомендации для научных организаций, по которым они уже смогут готовиться к презентациям, интересным для бизнеса. В случае, если эти рекомендации будут восприняты, мы ожидаем, что презентации станут более качественными и более понятными для бизнеса. Но при этом хочу обратить внимание на основной наш вывод. Он заключается по результатам презентации. Он заключается в том, что технологии интересны, потенциал технологий высокий, но при этом требуется доработка не самих технологий, а понимания, как их презентуют, какая о них информация есть, какой информации они недостаточно. И третье направление, которое мы проговаривали с коллегами из ОСИ и с коллегами из Высшей школы экономики, третья модель сбора информации, это стратегические сессии, когда мы попросим ФАНО России предоставить нескольких представителей научных организаций. Соберем их на это мероприятие и опросим с помощью модерации, вытянем из них ту информацию, которая нужна бизнесу и нам для понимания написания их технологий. По результатам таких пилотных стратегических сессий мы ожидаем небольшой, но понятный пол проекта. Зачем мы идем этими тремя путями? Мы хотим понять, какой из способов работает лучше, какой в реальности обладает большим количеством преимуществ, и какие имеет недостатки, и в конце концов сформировать ту методику, которая нам поможет правильно собирать эти проекты для трансляции в бизнес. Конечно, вопросы о транслировании бизнеса тоже важны, поэтому мы предполагаем проведение неких презентационных сессий, возможно, предложение других форматов, но пока видим это как презентацию для наших предпринимателей с помощью территориальных палат, их подключения к нашей системе видеоконференции, и презентации здесь. Далее, информационно-методическая поддержка, мы об этом говорили, мы поняли, что действительно нужны некоторые компетенции дать научным организациям, для себя выработали очень проектный перечень тех тем, которые могут быть освещены на вебинарах, эти темы также у вас присутствуют в раздатках, мы просили бы экспертов посмотреть, сделать свои предложения и комментарии, как у ФАНО России, мы бы попросили провести внутри ФАНО некое рабочее обсуждение на очень рабочем уровне, потому что мы, как представители-предприниматели, не всегда можем понимать, что конкретно нужно научным организациям. Вот по формированию, по вебинарам, мы после этого формирования, мы будем по возможности, по нашему, по тому, как наберем и лекторов, и как у нас будут технологические возможности проводить вот эти презентации. Но основное для нас понятно, что это навыки проведения презентации, плюс к тому, мы уже провели презентацию, вебинар провели по оценке интеллектуальной собственности с Элидаром Шейхудиновым, привели его немножко заранее, в силу того, что финансовый цикл, все-таки он ограничен там некими временными рамками, и в связи с этим надо было проводить заранее, для того, чтобы использовать результаты вебинара в этом году, а не откладывать на далекое будущее. Обращаю ваше внимание, что все вот эти три направления контролируются будут и будут представляться на рабочей группе по следующему принципу. Сначала мы ставим задачи сегодня, следующее у нас будет совещание, планируется в конце апреля, где мы оценим промежуточные результаты, и в июне мы надеемся на то, что соберем рабочую группу, для того, чтобы оценить те результаты, которые мы достигли, понять, какие из них наиболее перспективны, и возможно ли их тиражировать. Следующий слайд – это план работы, который мы предполагаем, фактически я его изложил, если не видно с экрана в раздатке, этот слайд присутствует. Обращаю ваше внимание на следующее. Мы немножко зависим по времени от информационно-методической поддержки, которая у нас разбивается на вебинары, и подготовку методических рекомендаций для проведения презентации. После, когда эти документы будут готовы, мы хотим провести следующий семинар закрытых презентаций по АПК, возможно, еще один. Выработаем формат мероприятий, уже будем делать презентации для представителей предпринимательского сообщества, полноценной. Паспорт технологии здесь отражен, как у нас процесс движется. Мы хотим сделать некий пилотный сбор нескольких институтов, после чего понять оптимальную систему сбора вот этих данных, что у нас будет получаться по паспортам, по презентациям. То же самое касается стратегических сессий, здесь наглядно на графике представлено. Спрос на технологии. Самый важный и ключевой сейчас момент это определение пола респондентов. Здесь я бы хотел задать вопрос Дану Станиславовичу, а имеют ли смысл вот те 50 респондентов, которые у вас были в вопросе, включить в наш пул, у которого мы будем запрашивать потребность в технологиях. Также хотел бы обратиться к членам рабочей группы о том, что от них ожидаются некие предложения по тем компаниям, которые могут дать некий понятный запрос на технологии. После того, как мы его проанализируем, мы будем прорабатывать его с фану. Но ожидаем, что на следующей рабочей группе у нас уже будет понимание, что по потребностям мы собрали. В данной схеме не отражен конкурс, о котором говорил Станислав Дмитриевич. Это сделано умышленно, потому что конкурс, на наш взгляд, он требует действительно фандрайзинга. Это там особая история, которой мы, надеюсь, займемся. Но пока мы этого не понимаем, мы его графику приписать не можем. Также, я полагаю, после услышанного мы можем в фану работ нести некие инициативы, которые обозначил Дан Станиславович на тему национально-технологической инициативы. Я думаю, что надо подготовить некое предложение, хотя бы структурное, чтобы мы понимали, что, зачем, как мы компании предлагаем вписать в этот большой проект с национально-технологической инициативой. Коллеги, у вас есть в раздатке проект протокола. Это просто проект. Он включает те пункты, которые я осветил. Сейчас, поскольку у нас время, насколько я понимаю, заканчивается, я, к сожалению, не могу пойти по каждому пункту, но в рабочем порядке готов прокомментировать. Хочу особо отметить, что материалы рассылались, и я надеюсь, что до среды следующей недели мы ожидаем предложений заинтересованных лиц и членов рабочей группы, кто готов высказаться. После этого протокол мы уже оформим как финальный документ и будем работать по тому, что сказано. Любые вопросы и предложения по взаимодействию готовы выслушать мои контакты на свайте. Прошу обращаться. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Александрович. Я думаю, все-таки конкурс надо будет включать в план фандрайзинг тоже вместе с ним. Сейчас слово предоставляется Евгению Сергеевичу Ткаченко, поскольку он его уже брал. Две минуты вычтем. Шучу. Спасибо большое, коллеги, за приглашение. Хотелось сегодня вкратце рассказать о том, что мы достигли и с какими трудностями мы столкнулись, как фонд «Сколково» на пути работы по инновационному направлению. Прежде всего, стоит отметить, что мы начали свою деятельность в 2010 году. За четыре года фонд получил уникальный опыт работы в инновационной сфере. На сегодняшний день на платформе фонда более тысячи компаний стартапа. И эти компании, они не носят характер сугубо научных разработок. Мы говорим о научно-прикладных проектах. И совокупная выручка компаний в прошлом году составила 20 миллиардов рублей. Фонд, более того, более тысячи стартапов дают нам более 10 тысяч инноваторов. Это те люди, которые входят в команды проектов. И также стоит отметить, что в фонде выработан определенный регламент по экспертизе. На сегодняшний день более тысячи экспертов проверяют проекты слепым методом. И только один из пяти проектов проходит фонд «Сколково» в статус резидента. То есть мы на сегодняшний день имеем дело не только с 10 тысячами инноваторов в существующих проектах, которые получили статус резидента, но также мы имеем в определенном соседстве с нашим сообществом мы также имеем более 40 тысяч перспективных инноваторов. С какой проблемой мы столкнулись? Прежде всего, из всех проектов, которые подаются в «Сколково», больше 70 или даже 80 процентов эти проекты имеют академический источник. Это проекты из научной среды. Безусловно, фонд «Сколково» развивается по пяти основным направлениям. У нас есть, например, направление IT, где та проблема, о которой я хотел поговорить, она не настолько критична. Или направление энергоэффективности, где это также не является наоборот даже сильная сторона. Эта проблема – это работа как раз с индустрией. Индустрия российская на сегодняшний день, если мы говорим о направлениях, например, биомедицинском, которые я представляю, есть направление ядерной технологии, направление космических технологий, индустрия, она не готова в принципе работать по инновационной модели. Это мое личное мнение. И здесь необходимо сделать дополнительный комментарий. в нашем видении фонда Сколково любая инновация – это только там, где есть патентная защита. То есть любые проекты по копированию лучших примеров технологий зарубежных или разработки, которые невозможно защитить патентом, они не поддерживаются фондом Сколково, и мы не рассматриваем их как инновационное направление деятельности. в принципе. Здесь появляются некоторые… Я, видимо, вижу в этом определенный корень того, что российская индустрия не настроена на поддержание наших проектов, к сожалению, потому что те примеры, например, которые были ранее приведены в презентациях, эти компании как раз прежде всего направлены на импортозамещение по существующим технологиям, и эта технология далеко не инновационная. В принципе, спасибо. Я думаю, что торгово-промышленные палаты мы сможем каким-то образом выстроить диалог с индустрией, и здесь большая надежда с нашей страны. Постараемся. Хорошо. И хотели вас слушать Григорий Заревич и Бунатьяна в качестве комментариев и своих предложений. Пожалуйста. Коллеги, у меня как бы две части моей маленькой ремарки, я даже не назову это выступлением. первая связана с некими рефлективными ощущениями от состояния инновационного рынка на сегодняшний момент, а вторая будет обращена конкретно к любимой, но и глубоко уважаемой торгово-промышленной палате, которая нас здесь всех собрала. Надеюсь, объединит когда-нибудь более полная и эффективна. Ну, первое, начнем говорить от, скажем, то, что как такового рынка инноваций у нас нет, потому что ну, это связано прежде всего с отсутствием реального запроса от государства на построение такой системы. Когда мой коллега Сергей Борисович выступал о том, что инструменты, которые существуют и инструменты, которые надо совершенно четко и понятно в тренде, которые существуют во всем мире, использовать, реализовывать и очень часто даже не выдумывать и использовать их правильно, не выдумывая каких-то особых форм для реализации этих инструментов на нашей среде, то я с ним был глубоко согласен. На самом деле с точки зрения нашего рынка, который существует, он довольно четко ограничен. Это бюджета ориентированные различные предприятия, монополии и так далее и тому подобное, и в общем-то все те сферы и рынок услуг на эластичных и эластичных рынках, которые довольно хаотично колеблятся в условиях ограничения ресурсов, доступа к ним и прочих всех вещей, которые хорошо нам всем как предпринимателям, как участникам этого рынка известны. Но тем не менее попытки создания инновационной системы существуют, создана была масса мощных институтов, из которых, несмотря на всю анекдотично скептическое восприятие фонда Сколково, я могу сказать, что единственные живые какие-то действия, связанные с возможностью свободных отношений как института с инновациями, наверное, были сформированы только у них, потому что я находился у истоков создания одного из государственных институтов поддержки инноваций Росинфоком Инвеста, хорошо в этом отношении представляющая картину работы с государственным запросом в этом отношении и вижу, во что это в конечном итоге выразилось. Я просто вспомнил на том этапе, когда мы собирались в правительстве и везде, мне очень понравилось, что российская венчурная компания в тот момент, один из глобальных институтов, создаваемых в государстве, уже через год своей деятельности получила отчет с счетной палаты Российской Федерации, в котором на полном серьезе написано, что те средства, которые переданы в распоряжение российской венчурной, я делаю акцент компании, используются неэффективно, поскольку вложения, которые она осуществила за полтора года своей деятельности, не окупились. На этом основании государственные средства, которые переданы российской венчурной компании, являются неэффективными, потраченными и так далее и тому подобное. Еще раз повторяю, здесь нет необходимости прояснять этой профессиональной аудитории, что такое венчурное инвестирование, поэтому и в этом мне кажется связан не анекдот этой ситуации, а трагедия этой ситуации, что ни один из государственных институтов, включая Роснана, включая российскую венчурную компанию, Роснфокомнингест, прочее, 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 технопарки, ну, здесь более такая уже муниципальная история, здесь я бы не хотел вмешиваться в бизнес наших научно-технических подразделений различных муниципалитетов, в зависимости от их богатства, строящих эту замечательную программу технопарков. Я просто хочу сказать, что все государственно, бюджетно созданные институты не имели той свободы воли и свободы действий, которая бы позволяла им создавать институты, развивать их долгосрочно, иметь отдаленные результаты и так далее. И общая неразвитость нашей финансовой и институциональной среды, она стоит перед инноваторами, ну, на грань выживания. Я не знаю, насколько долго будет продолжаться эксперимент Сколкова по вашей свободе воли и роскоши. Дай бог, дай бог, да, дай бог. Но, как бы, все равно даже такая ситуация не позволяет надеяться на то, что это институционально изменит состояние среды. Но, тем не менее, бог с ним. Мы работаем с тем, что есть, да, и мы должны достигать здесь своих каких-то вещей, которые нас и искать какие-то формы. В связи с этим, что мне хочется сказать по отношению к торгово-промышленной палате. Ну, функции общественной, назовем так, организации, хотя чрезвычайно авторитетной и объединяющей в своих рядах, ну, колоссальное количество предпринимателей, да, это и, как бы, конкурентное некое преимущество, да, с другой стороны, несколько ослабляет позиции, связанные с тем, что торгово-промышленная палата не обладает соответствующим ресурсом для того, чтобы строить альтернативную систему развития инноваций в стране. тем не менее, есть четыре совершенно очевидных функции, в которых торгово-промышленной палаты может в рамках нашей рабочей группы, потому что, ну, я восхищаюсь просто отвагой Дмитрия Николаевича, который, ну, как бы, все-таки возглавил это движение, да, вот, в том, куда в реку инноваций можно, это единственная река, в которую можно входить несколько раз. Вот, но каждый раз выходить оттуда сухим очень трудно, но, тем не менее, еще эта попытка, я считаю, это героический поступок, но, тем не менее, поддержим, если нужно. Так вот, функция координации, да, вот та площадка, которая существует сейчас в виде торгово-промышленной палаты, с колоссальной разветвленностью ее сети, проводящей, что касается ее членов, взаимоотношения, связывающие торгово-промышленную палату с региональными сетями, с областными администрациями, которые, субъектов федерации, есть целое системное соглашение, которое существует, наличие большого количества профессиональных рабочих групп, которые работают в палате, и возможности выхода на любые институциональные единицы в нашем государстве позволяют координировать деятельность, связанную с этим вопросом. Поэтому для меня чрезвычайно важно, что на площадке присутствуют институты Сколково, агентства стратегических инициатив, ФОНО и представители инжинированных компаний, инновационных. Я считаю, что эти вещи по всей инновационной системе и тем ее подразделениям, которые уже созданы, должны продолжаться. Я считаю, что вот это начало работы с Роснано, с российской венчеванной компанией и прочими институтами должны быть доведены до каких-то осмысленных рабочих соглашений. И в планах рабочей группы, я считаю, это должно быть одним из приоритетов. В общем, найти те вещи, которые для них были бы интересны, исходя из возможностей торгово-промышленной палаты, и которые объединяли бы какой-то запрос, квалифицированный, размещенный нами среди предпринимательской среды, которая тоже при чем при том существует. Это что касается институтов, что касается проектов. Их достаточно. В этом вопросе работали и различные проекты, связанные с Европой. Это было европейское финансирование, это была и российская сеть трансфертотехнологий, это была инициатива, связанная с созданием технологической инициативы, прежде всего, хотя мне очень нравится термин технологической «Газели», во-первых, потому что название «Газель», оно дискредитировано одним из наших крупных автогигантов, а во-вторых, «Газель», в общем, ее цель существования, ну, поесть и убежать. На самом деле, от многочисленных я понимаю, тем не менее, в отношении нашей страны, я не спорю, в отношении страны меня больше интересует, ну, мне понравился бы там термин, ну, я не знаю, буйвола, вала, то, что в крестьянском обиходе в уездах называлось тягло, вот, поэтому, как бы, то, что нам предстоит решить в стране, его надо вытаскивать, вытягивать, ну, одры и прочие вещи, это не совсем то, что нужно, пока это мы находимся в этом состоянии, да, но нам надо выйти на какое-то нормальное динамичное усилие, чтобы вытягивать всю систему, да, вот, поэтому я считаю, что надо проработать возможность взаимодействия с этими существующими проектами и тоже достичь каких-то рабочих соглашений на взаимном интересе продвижения этих вещей, да, ну, и, ну, естественно, расширять эту позицию индивидуальной работы с компаниями, которые занимаются этим давно и профессионально, которые разрабатывают и институциональные основы, и практические инструменты, и, например, когда мы переходим к второй функции, да, там, фактически информационную функцию, я бы даже развил, просветительские обучающая функция тоже в какой-то степени, потому что на нашей площадке, сетевой площадке с использованием этих вещей, конечно, создание, там, вот, смысловых вебинаров, которые мы должны проходить, проводить, они, собственно, должны заключаться в том, что мы должны предоставлять трибуну для абсолютных профессионалов этого рынка, которые структурно по программе, которую мы вместе с ними согласовываем, будет доводить какую-то информацию при взаимном интересе, да, люди работают с проектами, люди работают с оценками, люди работают с технологиями, это все должно каким-то образом тоже быть доведено и структурировано в этом отношении. Ну, и две функции, которые, я считаю, ну, просто для ТПП являются классическими, это вопросы продвижения через эту площадку проектов и запросов и услуг, то есть создание некого навигатора, я бы даже сказал, инновационного, инновационной, коммерсализации инноваций, которые, собственно, в нее и встраивается эта система презентации, стандартизации вот этих презентаций, стандартизации запросов, похождения вот этого, собственно, библиотеки проектов и так далее. То есть мы должны абсолютно четко создать целевую аудиторию, которая, ну, разместит некий хотя бы такой запрос по отношению к нам, да, и на этот запрос должны ответить профессиональным предоставлением каких-то вещей. Если это мы не сформируем, то это будут, ну, искусственные мероприятия, ради которых, ну, собственно, не стоит там собирать серьезных людей, и в вашем времени это институте, вашего времени, а если мы это сделаем, это будет работать, это будет работать. Ну, и последнее, друзья мои, ТПП как площадка для лоббирования никто еще не отменял. Вот та напряженная работа, которая, я не говорю о том, что мы должны брать проекты и протаскивать бюджетно-ориентированные какие-то институты и тому подобное, да, но тем не менее есть вопросы, по которым мнение о ТПП мы можем довести до любого государственного органа, до любого регионального органа, рассмотреть этот вопрос с привлечением профессионалов, представителей органов государственной власти, чего угодно. И это может быть стартом для решения каких-то проблем, узлов, которые существуют в этом области. И у нас для этого есть и активно работающие региональные институты, которые позволят нам это сделать. Почему мы, например, не сможем сделать выездное заседание рабочей группы по решению по коммерциализации идей в области агрокомплексов каких-то, да, или агротехнологий в Краснодаре, Ставропе, на Дальнем Востоке, где угодно. Сделать это совместно с какими-то другими институтами и получить какой-то практический результат, который можно оценить. Я глубоко согласен с коллегами, что любой конкурс итогом своим должен иметь получение финансирования или соинвестирования или еще чего-то другого, направленного на эту ситуацию. Вот. И последнее, что я хотел сказать, конечно, надо, то, чем мы занимались, тоже неоднократно, надо внимательно работать, и я думаю, что здесь мы можем внести определенную вкладку передачи определенных материалов, разработки специализированных финансовых инструментов для решения задачи поддержки инноваций в условиях кризиса, простите. Потому что на сегодняшний момент с удовольствием завод бы проинвестировал в свою котельную, но при этом он уже из прибыли не имеет эту возможность в настоящее время делать. Значит, ему надо предоставить инструмент, гарантии, форма некого инновационного инвестиционного лизинга, который... Вот, 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 да? И набор этих инструментов, он, если мы его сформируем и предложим для расшития углов в регионах каких-то инвестиционных схемах, это является принципиально важным. И здесь наша координация является ключевой. спасибо. Большое спасибо, Григорий Заревич. Мне очень нравится, что все члены нашей рабочей группы являются хорошо информированными оптимистами. Сергей Валерьевич сказал, что ученые с предпринимателем все-таки, видимо, никогда и не встретятся, будут работать через посредника. А у Григория Заревича гораздо более оптимистичная позиция. Он говорит, надеется, что ТПП России все-таки нас всех объединит. Но когда-нибудь. И я считаю, что мы действительно когда-нибудь объединимся все, но подозреваю, что это будет какое-то другое место, а не ТПП РФ. В любом случае огромное спасибо за высокую оценку и нашей работы, ну, скажем так, усилий пока может быть. Я считаю, что мы все-таки должны этих результатов добиться еще в нынешней жизни, при жизни, так сказать, нынешних поколений, как говорили наши руководители. Спасибо большое. Сейчас мы выслушаем нашего генерального директора Института финансового развития рынка Эльдара Шельхутдинова, о чем уже неоднократно сегодня в нашем обсуждении говорилось, который также обладает очень интересными наработками, очень интересным опытом, которым он хотел поделиться. Эльдар, единственная у меня просьба по возможности очень кратко, лаконичная, поскольку мы немножко выбиваемся из графика. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день, коллеги. Дмитрий Николаевич, спасибо за предоставленное слово. Коллеги, изначально мы говорим о том, что развитие инновационных разработок возможно в том случае, если есть доступное финансирование. Без финансов инновации невозможно. Финансирование идет из трех источников. Либо это государство, либо это инвесторы со своими деньгами, со своими рисками, либо банк, который в первую очередь оценивает даже не будущее, а сегодняшнее финансовое состояние предприятия. И вот давайте ответим на этот вопрос, а способны ли сегодня наши МИПы, сегодня наши ученые, в любой организационной форме отвечать требования, которые к ним предъявляют инвесторы или банки. Я вот сегодня в результате интересных докладов для себя сделал следующие пометки. допустим, если мы оцениваем как экспертная группа, оцениваем по сути инвестиционной разработки, в которые государство, инвесторы или банки должны вкладывать деньги, то мы оцениваем команду, мы оцениваем научно-техническую новизну, оцениваем долю рынка. Вы думаете, инвестор смотрит на команду или на новизну? Инвестору нужно ответить на следующий вопрос. Первое. Решение проблемы, которое несет в себе это изобретение. Второе. Какой объем ресурсов необходимо вложить и какой срок окупаемости. Горизонт инвестиционной фазы. И третье. Насколько повысится стоимость его бизнеса в результате внедрения этой разработки. Вот если мы начнем мыслить категориями инвестора, а не категориями людей из институтов развития, то в принципе я думаю, что мы сдвинем с места эту машину. Это первое. Живой пример коммерциализации. Мы реализовали один интересный проект. Я вам расскажу его. Предприниматель вошел в капитал уфимского малого инвестиционного подприятия. При нефтяном университете был МИП, в составе которого было четверо ученых, которые еще 10 лет назад разработали оборудование для очистки нефтяного насоса от парафина отложения парафина и серы. Вы знаете сам инвестор войдя в этот капитал с тремя миллионами рублей на балансе этой организации было всего лишь два патента по полтора миллиона рублей каждый. И обладая опытом работы в буровых компаниях, обладая знаниями лиц, принимающих решения в Лукоэл или в Роснефти, он провел это оборудование через испытания и самое главное получил положительное заключение, получил сертификат в соответствии вошел в проекты. Самое интересное, что уже через 6 месяцев к нему пришел инвестор производитель насосов нефтяных и сказал я хотел бы купить ваш бизнес ваше малое инновационное предприятие вложить в него деньги. Зачем? Для того, чтобы ваше оборудование внедрить в корпус насоса. Тем самым мой насос будет инновационно привлекателен и он будет конкурентоспособен по отношению к другим производителям насосов. Сколько стоит ваш бизнес? И вот тут предприниматели и ученые задумали, а сколько же реально стоит их разработка? Тем более у них уже есть предварительные контракты с лукойлом и спрос с нефтью на сумму 400 миллионов рублей. Сколько же стоят патенты эти уникальные патенты уникальной разработки стоят ли они 3 миллиона рублей, а может быть они стоят уже 100 миллионов? Кто ответит на этот вопрос? И вот пока мы не обратились к оценщикам и не оценили будущие денежные потоки, которые принесет эта разработка, мы поняли, что актив стоит далеко уже не 3 миллиона рублей. В результате в августе 2014 года малоинновационное предприятие продало 10% доли своего бизнеса этому заводу по производству насосов за 30 миллионов рублей. Соответственно стоимость бизнеса составляла около 300 миллионов рублей. В декабре 2014 года это малоинновационное предприятие заключило контракт на 400 миллионов рублей только с лукозом. Сегодня мы с этой компанией работаем, помогаем ей методически, помогаем ей информационно и самое главное мы являемся тем самым мостом с инвестором, потому что переводим на язык инвестора что же необходимо ученым. Вот живой пример. Вы знаете, я считаю, что в рамках реализации подобного опыта нужно пройти всего лишь на 4 этапа. Первый этап это обучение и популяризация как со стороны ученых, так и со стороны предпринимателей. Второе информационно-методическая поддержка, о чем сегодня говорилось не раз и Владимир Муравьев тоже об этом говорил. Нужно уметь сформировать инновационный пул этих разработок, но они должны отвечать требованиям инвестора, требованиям банка в первую очередь, они сами они экспертные группы. Третье значит обязательно должны быть методы стимулирования. Я сейчас нахожусь в Воронеже, мы сегодня проводили встречу с правительством в торгово-промышленной палате Воронежской области. О чем идет речь? Дело в том, что должны быть методы стимулирования в первую очередь от государства, то есть методы налогового стимулирования бизнеса для того, чтобы он вкладывал в инновационные разработки малых инновационных предприятий. Возможно это? Возможно. Сегодня правительство смотрит на бизнес и слушает его, он прислушивается к нему. И четвертый блок это организация не только презентации. Коллеги, что будет после презентации? Очень важно вести последующий желание войти в проект проходит как минимум еще 6 месяцев. И вот тут очень важно на этом этапе вести диалог. Способен ли ученый вести диалог с инвестором? Нет. Поэтому я считаю, что когда мы ответим на те вопросы, которые я поставил сегодня перед нашей рабочей группой, тогда мы сможем сдвинуть этот механизм с места. Спасибо. Спасибо огромное, Эльдар Альбертович. Очень интересные и ценные замечания, и предложения, тем более, что они основаны на очень серьезном опыте. Мы вам очень признательны за ваш вклад в сегодняшнюю дискуссию. Большое спасибо. Успехов. Спасибо. Сейчас мы хотели бы связаться с одной из наших территориальных палат, конкретно с Курской торгово-промышленной палатой, ее исполнительным директором Динова, о чем уже неоднократно сегодня в нашем обсуждении говорилось, которая также обладает очень интересными наработками, очень интересными Сергеем Николаевичем Тяпачкиным. Есть связь? Да, да. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю, Дмитрий Николаевич, за предоставленное слово. По моему чисто субъективному мнению, формирование рабочей группы, конечно же, принесет только положительный эффект ввиду того, что в разлучных планах данной комиссии будут такие важные мероприятия, как определение потребностей предпринимателей в отечественных технологиях, продвижение производства разработок, высокая степень готовности, содействие территориальным ТПП во взаимодействии с научными организациями, что повлечет за собой, как бы сказать правильнее, наверное, работают ТПП как переводчиком между учеными-мужами и нашим бизнесом, который финансирует, инвестирует в те разработки, которые делают наши ученые. Все это принесет только положительный эффект ввиду упрощения диалогов между ними, то есть это будет скорейшее принятие решения о инвестировании либо неинвестировании, потому что все будет переложено в понятный язык как для одной стороны, так и для другой. В принципе, спасибо за внимание, больше добавить ничего. Спасибо большое, Сергей Николаевич. До встречи в Курске, успехов нашим курским коллегам. Ждем вас. Всего доброго. Так, еще мы хотели пожалуйста, Сергей Николаевич. Оставить слово представителю агентства стратегических инициатив Глебу Константиновичу Боревскому, наших коллегах, с которыми мы достаточно давно и плодотворно работаем. Пожалуйста, Глеб. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Коллеги, ну, во-первых, просто очень хочу поддержать все начинание. Я немножко участвовал в этой теме и в то время, когда оно уже дливость прорабатывалась и в том числе участвовал во взаимодействии с научными организациями и хотел бы сказать несколько слов по поводу возможности проектного финансирования. Реально проектное финансирование предполагает наличие проекта, где можно посчитать финансовые потоки, посчитать ну, скажем так, какие-то финансовые результаты. К сожалению, вот в большинстве научных организаций нет речи о существующих проектах. То есть там есть некоторые научные продукты, с которыми проект можно сделать. Но по опыту стратегических сессий люди науки, к сожалению, ну, не к сожалению, к счастью, это вот некоторые их свойства, мыслят не в категории бизнеса, и там даже не посредник уже между бизнесом и наукой, а переводчик, который позволит превратить некие идеи чего-то хорошего, инновационного, наукоемкого в, ну, либо часть производственной цепочки, либо в каких-то случаях полностью новую производственную цепочку, тоже надо решить, как это использовать, которая уже может быть превращена в проект, дающий финансовые результаты для бизнеса и, соответственно, имеющие возможность привлекать серьезного инвестора. Ну, поэтому очень большая надежда и на стратегические сессии, и на очень важную работу палаты по составлению паспортов, структурированных для продуктов научных организаций, которые хотят предложить бизнесу. Но я уверен, что именно в ситуации, когда поле действительно не очень сильно проработано на данный момент, есть очень большие перспективы, что это даст и хорошие результаты, и будет не только поводом для гордости для всех участников, но и серьезным таким даже гонарно-технологической газелью, как в терминах русской классики таким там кратом, который тоже отражает определенную стремительность, которая поднимет нашу экономику. Спасибо. Большое спасибо, Глеб Константинович. Я смотрю, у нас какие-то все новые образы появляются, и в развитии, поскольку уже я смотрю, стал доминирующим таким мнением, что наша роль должна сводиться к переводческой работе, я хотел бы вспомнить анекдот, вот Сергей Борисович рассказал 30 секунд, вне рамок регламента, тоже хотел сказать такой анекдот в Испании, как вы знаете, Испания является одной из стран Евросоюза, где уровень владения иностранными языками достаточно низкий по сравнению с другими странами Европы, и для привлечения туристов во многих отелях пишут здесь, говорят на всех языках, такую табличку сделал, естественно народ туда обращается, приходит, обнаруживает, что не по-английски, не по-французски, не по-немецки, не по-итальянски, не даже по-русски, там никто не говорит, когда их спрашивают, слушайте, а что же вы тут написали, кто же у вас тут говорит-то на всех языках, директор заведения довольно спокойно ответил, говорит, это же вы, туристы, вот вы приходите тут и говорите на всех языках, вот, то есть это вот как раз, я так понимаю, то, что нас ждет в недалеком будущем, то есть это как раз мы и будем всем этим заниматься, вот, но на самом деле, конечно, и насчет «Газели», и тут скорее образ этого Корнея Чуковского возникает, когда говорит, ох и трудная эта работа, из болота тащить бегемота, да, то есть это вот примерно такой можем труд, насчет вот «Буйволов», там упоминали и прочее, вот, в общем, как вы видите, работа, как говорится, трудная, но интересная, вот, соответственно, мы хотели дать еще возможность всем нашим участникам тоже высказаться, свои замечания, предложения, комментарии и так далее, перед тем, как уже перейти к завершающей части нашего, нашего сегодняшнего собрания, скажем так, высокого собрания. Пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я очень благодарен за приглашение нашей компании на этот форум. То, что услышал, тоже признательно коллегами специалистов за высказанное пожелание и анализ проблем, поскольку я представляю все-таки практически бизнес от инноваций, хотелось бы несколько слов сказать о том, что мы тоже готовились к данному форуму и появилось такое предложение, и наша инициатива состоит в том, чтобы предложить торгово-промышленной палате всем, кто представляет здесь органы государственные, значит, в той или иной степени. Следующая инициатива, значит, по созданию Федеральной палаты научно-технической экспертизы инновационных проектов. Для чего это нужно? Сейчас поясню довольно кратко, не буду время много занимать, потому что много чего объяснили. Значит, получив заключение этой палаты на инновационный проект, инновационный разработчик должен иметь право уже никому ничего не объяснять, имея в виду инвесторов, имея в виду потенциальных потребителей и другое, потому что каждый раз, приходя к новому инвестору, к новому потребителю в любой другой форме, появляя, значит, ты начинаешь объяснять, что ты не осталок, и ты что-то там стоишь, и что-то там поняли, либо тебя не поняли. То есть, это заключение должно быть основным документом, позволяющим приходить в любой орган, там финансовый, не финансовый, в котором ты можешь получить средства, в той или иной степени, кому это попрофили, кому не попрофили. Значит, чем это связано? Значит, наша практическая работа столкнулась с тем, что мы предлагаем не только новые продукты на рынке, новые услуги и новые инженеринговые решения. Значит, наша борьба, 10 лет уже на рынке, существует, значит, на российском рынке сегодня, слава богу, я не нашим быстрым министром финанса могу предсказать, что на дворе кризис. Раз мы обсуждаем инновации, это точно кризис. Прогноз мой такой был. Значит, что мы получили на рынке? Значит, нас просто напрочь победает иностранная инженеринговая компания. Сколько тендеров, сколько конкурсов, мы не участвуем в негде, значит, мы не можем победить ничего и никак. Только благодаря, вот я хочу несколько поклонов торгово-промышленной плате сделать и сказать, что только благодаря вашей помощи нас слушают, благодаря вашей помощи мы видим лица людей, которые представляют компанию, потому что без этого просто войти невозможно было к нашей компании, которая нуждается в инновациях, нуждается в технологиях, нуждается в том, что мы умеем делать. Никто слушать не может и не хочет. Заборы очень высокие стоят. Значит, кроме того, если юридически, хотел бы сразу сказать, что вот эта федеральная палата для чего она создается? Для того, чтобы убрать массу юридических препонов, финансовых барьеров, которые не дают нам спокойно жить. Невозможно пойти ни в какую структуру, попросив денег, не получив там какой-то барьер финансовый непределимый для нас самозначен. Если проект стоит 10 миллиардов рублей, откуда я возьму 2 миллиарда, извините, залога сразу. То есть, свое участие. Это же просто нонсенс. Или, скажем так, академическая компания, которая приглашается на конкурс, нам объявляет, ребята, а где вы сертифицировали свой метод? Как мы можем сертифицировать метод инновационный, да? Если мы его просто раскрываем и делаем его, достаем государство доступным всем, то тогда в чем бизнес может состоять? Абсурд какой-то получается. Что касается следующего этапа, значит, инжиниринговая компания, которая предлагает нашим всем головным, промышленным, становым, так сказать, компаниям свои разработки, побеждает нас всегда и всюду. Потом приходит там, начинает с нами беседовать, начинает у нас вырывать основы и требовать от нас каких-то контактов. В какой связи? Все, что предлагается нашим промышленным отрасли, это все стареет, вчерашний день, а то и позавчерашний. Никто нового ничего не предлагает. Поэтому у нас там постоянные статистики будут. У нас там производительность труда ниже, чем у них. У нас там еще что-то, у нас труды, у нас погода вообще плохая. Вот, поэтому, извините, я вот как белоговоритель в Красном Стане рассуждаю сейчас. Это один такой, с которым имею практику этих всех проблем. Значит, вот хочу сказать, что это не позволит на русском, что же так жить. Громадный пласт ученого потенциала, который сегодня в экономике не используется, этого вообще нельзя допускать. Значит, инжиниринговая компания, придя, скажем, тот же, ну, в Норильске никель, грубо говоря, да, предоставляет гарантии банка первоклассного, европейского, значит, сертификаты ИСО, там, СРО, и все-все-все, с чем можно обложиться, и даже медаль от какого-нибудь там Чингисхана, да, мы этого сделать не можем. Мы этого сделать не можем, у нас его просто нет. Тем не менее, при участии торгово-промышленной плат мы побеждаем на конкурсе, на тендере, который стоит там 2,5 миллиарда долларов. О химическом процессе идет речь. там достаточно сложная процедура была. Что мы можем раскрыть? Как мы можем защититься? Да никак, кроме поддержки, вот, как от торгово-промышленной плат. То есть, реально, позиция просто швахла. Ничего не решается, нигде ничего не решается. Вот только за счет личных связей, за счет личных, там, каких-то возможностей ходим, убеждаем, там, делом, делом. Стратегические вопросы, вот то, что касается нашей компании, наших предложений, там, на сотни миллиардов вообще речь идет о том, что сейчас, слава богу, там, назрел момент, действительно, заменить. То есть, нужно убрать все барьеры. Если вы пришли на конкурс, слушайте нас, ребята, и вы кромсайте, рвите нас там на самом конкурсе, не надо, или на тынгере, не надо нас не впускать туда. Почему сразу стоит барьер, с которой мы будем пройти просто не уровень? Это первое, что касается законодательного порядка. Второе, значит, нужно запретить вообще тенденцию, приходя, там, венчурная компания, сегодня звучали, я никого не хочу обвинять. Несовершенно законодательство, масса есть всего по напринятых законам, по инновациям. Все замечательно. Оно есть, но оно не работает. Оно не работает в нашу пользу. Приходим, начинаем объясняться. Значит, ну, что касается венчурной компании. Приходишь, тебя сразу раздевают. 75% суда, 25% туда. Дорогие мои, я руководитель проекта, я разработчик, я Дмитрий Институтов, я ответственное лицо за то, что получаю результат. Как вы можете мне на входе лишить? Давши денег, вы меня лишаете управления. За что я могу отвечать? Какие результаты вы мне захотите, спрашиваю. Другие компании, которые брали, внедряли, в правке есть такой удачный проект, форму реализовали, взяли, все сделали, оба надо, производство. Производство не запускается, завтра приходят люди на работу, компьютеры выключены, они уволены. инновацию купили и заморозили. Это что за поступки такие вообще? За это кто-то спрашивает, так нельзя поступать в государство, который что-то соревноваться хочет на мировом уровне. И везде вот такие вот вещи происходят. То есть везде побеждаем, везде публикуем, везде что-то говорим, 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 приходим к участку того, а где же сберкасса? Они сберкассы. Ни ки ничего получить не можем. Более того, просим деньги давать под инновации вообще, проекты наши. Не под какие-то там чудовищные обязательства, а под обыкновенный возврат. Мы готовы их возвращать. Готовы подписаться по тому, что мы их вернем. Кроме семей нам закладывать нечем. Значит, что касается всего остального, все правила надо менять. Абсолютно все. Вот Советский Союз, извините, я хочу привести пример, знаете, как несчастный случай для нашей страны, как все говорят. Там были правила рождения инновации, прохождение и реализация промышленности. Сейчас это нужно вернуть в той или иной форме, проработанной нами, предложение есть, я не хочу просто время занимать, мы его дадим. Как-то видится. То есть для любой идеи, для любого тендера должен быть последний шагов. Как правильно отмечал мой коллега, отсутствует стала проектная среда. То есть сначала делается конкурс, сравнение там технических решений, продуктов и так далее. Потом делается разработка ТКП, где участвуют коллеги мои, которые здесь сидят, которые подкрепят и продадут это точно мы уверены в этом сейчас. Ну такая сидит мощная. Я просто был удивлен, и поэтому снял массу вопросов, которые не связаны. Сейчас есть как? Сейчас есть поддержка. Те, кто гранаты подносить, есть. Чего есть? А стреляющего, кто был в России, нет. Вот есть он я, вот еще жилой пока. Мы, извините, не я, мы представляем себе. Но нужно помощь в чем конкретно? Нужно, чтобы это все было закольцовано, а потом выход в промышленность. Конечно, там внедрять, о чем-то новом говорить и так далее. Всегда спрашивают, а что это такое, а где там то, а где там все. Ну если мы сейчас покажем то, о чем мы говорим, это конкуренты способны абсолютно на всех рынках. Значит, не хочу говорить о наших организациях, которые инноваций не занимаются. Не хочу говорить, там есть свои нюансы, они об этом знают, это не к чему. Значит, серьезно отнестись. Хочу настаивать на том, чтобы рабочие столы продолжились в живом формате. Значит, если нужны будут какие-то пояснения либо еще, мы готовы очень подробно рассказать. Все, спасибо, извините. Анатольевич, обязательно рассмотрим и я думаю приняем к каким-то определенным выводам, результатам. Еще, пожалуйста, какие, пожалуйста, просьбы представляться. Гостью Наталья Алексеевна, я секунду займу у вас времени. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации кафедры инвестиций и инноваций. Я долгое время проработала в научном блоке института университета, но сейчас вот ушла буквально к студентам. Ну, женщины, это дети, да, но вот я про детей и хочу сказать пару слов. Значит, дело в том, что мы-то работаем как раз с тем самым нашим будущим поколением, которое, в общем-то, будет вот это все вот за нами и каким-то образом вывозить дальше, да, вот мы сейчас с вами начали вывозить, они будут дальше вести. И в этой связи для меня чем полезно участие в вашей конкретно рабочей группе, ну, во-первых, я получаю информацию, я получаю, так сказать, возможность со своими студентами делиться теми самыми последними направлениями, которые здесь существуют. Мы тоже много чего знаем, но и много чего не знаем, поэтому нам очень важно, так сказать, понимать, как вы получаете вот эту вот информационную поддержку. Это первый момент. И второй момент. Значит, наши студенты, они предметно совершенно имеют потребность в практических, в практической какой-то деятельности. У нас есть практика, есть такое понятие практика. И мы наших ребят куда-то должны вот сейчас сами пристраивать. Вы понимаете, нет никакой системы, которая позволяла бы там, например, общегосударственно это решать. И вот мы, значит, этот вопрос тоже в частности решаем. Если у вас, коллеги, есть какие-то возможности, вот абсолютно конкретная просьба у меня сейчас, да, если какие-то возможности есть, хотя бы там одного-двух наших ребятишек к себе забрать, они у вас не сильно, значит, на привод на ваших предприятиях, они хотя бы немножечко будут понимать, что происходит в реальном секторе. Вот в частности, вот коллега, вот сейчас вы выступали, значит, например, могли бы вы нам помочь взять одного нашего макистера к себе для того, чтобы он пару дней тройку провел с вами, не с вами лично, а у вас на вашем, так сказать, на вашем предприятии, да, если хотите, как это назвать, и чему-то хоть немножечко научился практически. Видите-ка, хорошо. Ну, мы с вами сегодня по этому поводу поговорим. Значит, коллеги, огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что я так понимаю, что вот эта деятельность, которая действительно может быть осуществлена только ТПП, видимо, координационная деятельность, она, ну, прецедентов-то не имеет на сегодняшний момент времени, потому что вот эта проблема соединения, она существует. Но если мы еще со своими студентами здесь каким-то образом сможем как-то к этому иметь отношение, то совсем будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще замечания, вопросы, предложения, комментарии. Алексей Иванович, вы что-то хотите еще? Да. Да, Владимир Иванович, пожалуйста. Вы употребляете... Спасибо большое. Я хочу небольшое резюме подвести, все-таки немножко поработать занудой. К тому протоколу, который роздан, вот в результате обсуждения, я добавил бы следующие баллы, просто перечисляю, чтобы было услышано. Во-первых, это формирование предложений для научно-национально-технологической инициативы в более компактном, понятном варианте, с которым можно идти дальше. Второе, инициатива создания фонда ученых, вот о чем Алексей Владимирович говорил, ее надо никаким образом описать, и, наверное, мы там и с Сергеем Борисовичем, и с коллегами проработаем, это будет вписано в план, чтобы задача не потерялась, плюс тому, описание финансовых инструментов, о котором тоже говорилось, надо подключить к этой задаче. Также пропишем конкурс русских инноваций, там, видимо, в каком-то гибком варианте, поскольку вопрос фондрайзинга все-таки двигает немножко нас по времени, мы от времени зависим. Я думаю, что в части вебинаров стало понятнее, что надо добавить требования заемщиков, в том числе, как говорилось, в том числе Ильдару Альбертовичу, и о бизнес-процессах и бизнес-проектах, да, о том, что Глеб Константинович говорил, необходимо формулировать все-таки некими блоками в проектной логике и потом эти проекты внедрять. Вот, на этом, наверное, все. По срокам предлагаю, то есть, постараемся разослать в понедельник самый ранний комплект документов, который у вас есть, и будем до среды самого вечера ждать предложений. Спасибо. Владимир Александрович. Пожалуйста. Пожалуйста. Я представляю бизнес, частный бизнес, и в частности, меня просто один вопрос очень волнует по интеллектуальной собственности. Сегодня я только у одного человека услышала про патенты, основа любой инновации это все-таки у нас интеллектуальная собственность, и, наверное, в широком понятии интеллектуальная собственность не только патенты. И здесь у меня просто предложение по доработке паспорта по технологиям, потому что даже по заполненной форме там очень много возникает рисков для бизнеса и для новых предприятий в части интеллектуальной собственности. Там есть три патента, и нет ни одного слова, что требуется урегулирование отношений по обретению прав на законное использование этой технологии. То есть, понимаете, вот эти вопросы нужно обязательно учесть, это просто, извините, такое просто частное предложение вообще про интеллектуальную собственность и про немножко в анкете надо, на мой взгляд, чуть-чуть усилить позиции именно с точки зрения науки и не чисто организационный момент учесть, а учесть такие. Да, спасибо большое. Ну, если говорить вообще об интеллектуальной собственности, то у нас это целое серьезное направление в ТПП. у нас есть соответствующий комитет работающих по интеллектуальной собственности. Я знаю, я не выжила, я говорю, конкретно, технологии, которые там в категории, которые приведут к большим рискам именно бизнес и именно инвесторов. Спасибо большое, очень существенное замечание. Ну, спасибо огромное за столь заинтересованное обсуждение. Мы, безусловно, все высказанные замечания, предложения, комментарии учтем. Более того, мы стараемся с вами связаться и в развитии нашего сегодняшнего обсуждения, я думаю, прийти к каким-то новым подходам. Значит, конечно, продекларировать легко, гораздо сложнее поэтапно и последовательно двигаться к реализации намеченных целей, мы хотим именно этого. Поэтому, еще раз, большое всем спасибо. Я думаю, что первое наше обсуждение, первое заседание рабочей группы прошло очень интересно и результативно, и мы рассчитываем, конечно, на вашу помощь и в дальнейшем, и, соответственно, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы постараемся вести с вами постоянный диалог, не только от заседания к заседанию, но и в постоянном режиме. Ну, а сейчас, поскольку как раз Григорий Заревич говорил о функции так называемого инновационного навигатора, мы хотели сейчас как раз подписать один из документов, конкретно протокол о намерениях, который и является своего рода продолжением то, или развитием того, о чем вы говорили, потому что мы сейчас создаем новый проект, который, в общем-то, тоже будет связан с коммерциализацией научных разработок и продвижения нашего наукоемкого технологичного экспорта, скажем, на новые рынки. Сейчас мы хотели подписать протокол о намерениях с компанией Селдом и Центром инвестиционных технологий и торговли, которые мы собираемся продвигать, как я уже сказал, на внешних рынках. Петр Александрович, тогда у нас сейчас два слова, может быть, скажете тогда? Нет, можно с места, просто об инструменте, как вам удобнее. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Я очень коротко, я сам в инвестиционном бизнесе более 20 лет, в общем, это моя прямая работа, хотя по образованию физика имею отношение тоже к технологическим всем вопросам. Значит, мы из группы инициативных бизнесменов и инвестиционщиков совместно с торгово-промышленной палатой при ее поддержке самой непосредственной и вместе с центром, даже не не центр, а деловой совет России ОСИАН мы выступили с инициативой по созданию международной платформы по привлечению инвестиций в технологичные наукоемкие проекты. Ну, всем, кто пытался найти деньги на инвестиции, всегда встает масса барьеров, это и языковые барьеры, понятийный барьер, информационный барьер, и дистанционный барьер, да, надо куда-то поехать с кем-то, проговорить, надо найти этих людей и так далее. Поэтому сегодня мы объединяем, объединяясь с торгово-промышленной палатой, которая представляет широчайший спектр бизнесов во всей России, вот, и объединяясь с ассоциацией электронных торговых площадок России, мы делаем первый шаг для создания такого инструментария международного, который будет работать на десяти языках мира, во многих странах мира, в первую очередь, новые партнеры достаточно для России, это страны BRICS, ASEAN, многие развивающиеся страны, которые готовы инвестировать в российские технологии, которые готовы приносить свои технологии под российских инвесторов, и мы сегодня делаем первый шаг в этой работе. Платформа должна в первой версии начать функционировать, видимо, к началу лета, а к концу года мы будем иметь уже достаточно серьезный инструментарий, который позволит российским компаниям находить инвестиции в десятках стран мира. Звучит немножко оптимистично, может быть, но вот Дмитрий Николаевич не даст соврать, у нас есть два сопредседателя наблюдательного совета со стороны России, это Катерин Сергей Николаевич, а со стороны международного бизнес-сообщества это президент ассоциации торгово-промышленных палац стран Тихоокеанского региона, которые входят до 3 миллионов бизнесов, 2,5 миллиарда населения, 29 стран, то есть это достаточно большие организации, поэтому мы ставим инструмент, который позволит бизнесменам из этих стран напрямую, без посредников общаться, пространять проекты, искать инвестиции, совместно их развивать. Доклад окончен. Если доклад окончен, я думаю, мы можем вполне перейти уже к процедуре подписания, тем самым завершить первое наше заседание рабочей группы. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok А, вот так. Да. Ну, собственно, уже готов. Ответственный момент. Продолжение следует... Так, спасибо. Готов. Еще один у меня должен быть. Еще один не подписан. Да, вот этот у меня не подписан. Все. Огромное спасибо. Как раз очень символично в самом конце зимы, в начале Субтитры сделал DimaTorzok